Друзья, сегодня хотел бы представить вашему вниманию очередной аудиосборник уже законченного мною цикла, сделанного по воспоминаниям генерал-лейтенанта танковых войск Николая Кирилловича Попеля. Выпуск будет состоять из восьми ранее публикованных на канале частей и рассказывать о первых и самых тяжелых месяцах войны. Источником выпуска послужили материалы из книги «В тяжкую пору», которую я настоятельно рекомендую для прочтения. Ну и кроме этого, здесь же хотелось бы повторить, что выпуски в аудиоформате с упрощенным видеорядом делаются именно по просьбе тех людей, кто выпуски слушает и хочет получить информацию в одном месте без поиска продолжения цикла на канале. Тем же зрителям, кто захочет увидеть данный материал в полноценном формате, включая хронику карты и схемы боев, ссылки на эти выпуски будут в описании к видео, а также в конечной заставке. Вызванные по тревоге штабные командиры занимали места за столами. Рядом ставили чемоданы, сэнзэ, каких называли иногда дома тревожные чемоданы. Два комплекта белья, бритвенные приборы и небольшой запас продуктов, минимум который позволяет отправиться на войну, не заходя больше домой. Штабники ворчали. В самом деле, что может быть неприятней тревоги накануне воскресенья? День испорчен, планы, которые составлялись в семье всю неделю, сломаны. Как тут не ворчать? Тот и уныло сострил. Концерт продолжается. Нет, возразил другой. Это начинается уже спортивный праздник. Бег с чемоданами по пересеченной местности. Все казалось обычным. Ни Рябышев, ни они еще в меньшей мере кто-нибудь из штабных не предполагал, что это война. Может показаться странным, накануне я заезжал к Музыченко, чтобы подтвердить правильность наших с командиром предположений. Рябышев в своей власти еще три дня назад вывел часть полков из казарм в район сосредоточения. И все-таки мы не предполагали, что война уже начинается. Нам хорошо было известно, что по всему округу идет напряженное формирование и переформирование частей. Что штаб округа уже двое суток назад переехал из Киева в Тернополь. Но между всеми этими фактами, больше того, между не покидающим никого из нас последние годы уверенностью, что война с Гитлером неизбежна, и самой войной как наступающей реальностью, была пропасть. В какой-то мере это объяснялось тем, что наш корпус не был еще готов к боям. Мы не закончили переформирование и не успели получить полностью новую технику. У нас отсутствовали ремонтные средства и запасные части. Могла ли наша мысль примириться с началом войны в столь невыгодных для нас условиях? Но могла или не могла, а в 4.30 позвонил начальник штаба армии Вареников. Тот самый, что давал руку на сечение, что еще год войны не будет. И сообщил, что германские войска по всей границе ведут артиллерийский огонь. Простреливают прямой наводкой перемышль. Местами переходит границу. Но тут же предупредил. На провокации не поддаваться. По германским самолетам огонь не открывать. Ждать приказа. И именно в этот момент до нашего слуха донесся тяжелый и прерывистый надрывный гул моторов. Все выскочили на улицу. Уже расцветало. 22 июня – самый длинный день, мелькнуло в сознании. Поднималось солнце, навстречу ему летели тяжело груженные бомбардировщики Гитлера. Они развернулись над городом и пошли на снижение. Кресты на крыльях, известные нам по алибумам познавания знаков и схем, были видны простым глазом. Видны были черные точки, оторвавшиеся от самолетов. Бомбили прицельно. Железнодорожную станцию, подъездные пути, нефтеперегонный завод и наши казармы. Фашистская разведка не знала, что они опустили несколько дней назад. Отбомбившись, не спеша сделали круг над городом. Чего им было спешить? Ни одного нашего истребителя, ни одного выстрела зениток. За первой волной вражеских самолетов появилась вторая. Теперь бомбардировке подвергся центр города, квартала, где жили командирские семьи. Рябышев схватил меня за руку. Пойдем. На ходу бросил оперативному дежурному соединить с зенитной бригадой. Закрыл за собой дверь в кабинет и, не говоря ни слова, посмотрел мне в глаза. Мы уже были знакомы больше года. Отношения между нами определились короткой и емкой формулой. Душа в душу. Нам не нужно было долго объясняться. Я молча кивнул головой. Рябышев положил руку на трубку, секунду помедлил и подал команду. Открыть огонь по самолетам противника. Мы замерли у окна, напряженно прислушиваясь. У грохот бомб вклинились разрывы зениток. И только тут нам стало совершенно ясно, началась война. Бомбежка продолжилась сравнительно недолго. Наша зенитная артиллерия пришлась, видно, не по вкусу немецким летчикам. Потом выяснилось, что хотя зенитчики стреляли не особо удачно, четыре самолета они все же сбили. Мы с Рябышевым вышли в коридор. Здесь стояли командиры и политработники управления корпуса, которые всего лишь несколько минут назад весело перешучивались по поводу еще одной ночной тревоги, испортившей воскресный день. Теперь они молчали, сосредоточенные, взволнованные, суровые, смотрели на меня и на Рябышева, ждали нашего слова. Но мы знали примерно столько же, сколько и они. У нас даже приказа не было. Однако я почувствовал, что должен, обязан сказать им хотя бы несколько слов от имени партии, которые они беззаветно верили и которые обращались с надеждой и упованием. Только я закончил с речью, ко мне наклонился оперативный дежурный и шепотом доложил. Звонила ваша дочь. Говорит, неподалеку от них упала бомба. Я объяснил ей, что это маневры. Ничего не оставалось, как поблагодарить капитана за наивную и бессмысленную ложь. Все мы были охвачены в тот момент тревогой за семьи и очень скоро семьи сами заявили о себе. По снова ставшим тихим утренним улицам, окутанным пылью и дымом недавней бомбежки, бежали женщины, старики и ребятишки. Едва одетые, ноги в ночных рубашках, окровавленные, обезумевшие от неожиданного бомбового грохота, они устремились к штабу. Я с трудом узнал в толпе Надежду Савелину Крестовскую, жену военинженера третьего ранга. На вечерах самодеятельности она красивая, знающая себе цену, в платье до пола легко и уверенно сбегала на сцену, кивала старшине-аккомпаниатору и пела алябьевского соловья. Теперь Надежда Савелевна была растрепана, из-под халата торчала рубашка. На руках у нее полуголая девочка лет трех, с откинутой назад черноволосой головкой. Я тихо спросил, ранена? Убита, ответила она. Кровь детей и женщин – первая кровь, которую я увидел в эту войну. Надо было немедленно организовать помощь. Поручил секретарю парткомиссии старшему батальонному комиссару Погодину и инструктору отдела политической пропаганды старшему политруку Сорокину, заняться командирскими семьями. Для потерявших кров решили устроить общежитие в доме Красной Армии. Раненых направили в госпиталь. Но каждое дело для нас это было пока что непривычно. Наталкивались на сотни непредвиденных препятствий. Госпиталь оказался сам пострадал от бомбежки. Среди больных и персонала – раненые и убитые. А к штабу все подходили и подходили женщины. То один, то другой командир выскакивал на улицу. Связь штаба с дивизией отдельными частями была нарушена. Фашистские бомбы порвали телефонные и телеграфные провода. Послали посыльных. И тут выяснилось, что вокруг Драгобыча, а также в самом городе, орудуют гитлеровские парашютисты, переодетые в красноармейскую форму. Вскоре начальник разведки корпуса майор Оксин доложил, что несколько таких диверсантов поймано. «Я поинтересовался», – сообщил он, – «что они знают о нашем корпусе. Оказалось немало. Можно ждать любых провокаций. Надо, чтобы люди имели это в виду». К словам Оксина, опытного разведчика и в прошлом питерского рабочего, я привык прислушиваться. Тем временем связисты восстановили проводные линии. Сведения, полученные по радио и подтвержденные потом офицерами связи, помогли составить общее представление. Части корпуса от бомбежки почти не пострадали, но были жертвы среди командирских семей. Кто-то из женщин произнес слово «эвакуация». Его подхватили. Многие командиры не прочь были бы отправить свои семьи из приграничной зоны. Мы понимали этих людей, но согласиться с ними не имели ни права, ни основания. Кроме этого, у нас Рябышевым не было твердого убеждения в необходимости эвакуации. Эшелоны семьями могли подвергнуться бомбардировке на станции и в пути. Здесь же на месте мы, несомненно, наладим противовоздушную оборону. С минуты на минуту, кто в этом сомневался, появятся наши истребки. Дни через пяток, через неделю, в крайнем случае через две, отразив атаки врага, мы сами перейдем в наступление. Несправедлив будет тот, кто упрекнет нас в розовом бодрячестве. Мы верили тогда в свои силы, в свое оружие. Далее решил съездить в обком. По дороге заскочил домой. Прямо перед домом воронка. Вбегаю на второй этаж. Дверь настиж. На встречу убегает Лиза, старшая дочка. Живы? Живы. Только мама что-то нездорово. Жена бледная, лежит на диване. Слышит плохо, с трудом говорит. Контузия. Ходить можешь? Виновата улыбается. Могу, наверное. Отправляйтесь в подвал, там и обосновывайтесь. Тебе, Лиза, командовать. Забегая вперед, хочу похвастаться. Десятилетняя Лиза и впрямь командовала. Не страшась бомбежек, бегала в магазин за хлебом, носила воду. Я прошел по ставшим, таким непривычными комнатам. Под ногами хрустело стекло. Воздушная волна вырвала конные рамы и куски их валялись на полу. Опустился вниз, зашел в квартиры политработников Вахрушева и Чипиги. Посоветовал их семьям тоже перебираться в подвал. А как насчет эвакуации? Я отрицательно покачал головой. Голова работала ясно и мысли все время возвращались к одному. Что сейчас происходит на том берегу Сана? Нет, это не было предчувствия. Сколько раз я позже слышал об этой рубежной ночи. Сердце подсказывало, душа чуяло. У меня ни сердце, ни душа ничего не подсказывало. Просто я, как и многие старшие начальники приграничных соединений, знал фактов больше, чем мог объяснить. Горячо спорили о сроках войны. Над тем, кто сказал полгода, посмеялись и обозвали маловером. Я слушал споры, старался рассудить спорящих, выкладывал свои соображения. Вспоминая сейчас разговоры первых часов войны в лесу юго-западни Львова, я понимаю, нам не хватало тогда представления о масштабах и характерах предстоящих испытаний. Нам, значит и красноармейцам, и командирам. Не делаю исключений для себя. Хотя не кривя душой скажу, я не смеялся на танкестам, предположившим, что война продлится шесть месяцев. Ныне уже трудно делить мысли и чувства тех дней от предшествующих позже, рожденных опытом последующих лет и событий. Я мог предполагать и, кажется, предполагал, что война, возможно, продлится и полгода, и год. Но не сомневался, что бои из приграничной полосы перенесутся вскоре на территорию сопредельных государств, а затем Германии. На нашем совещании отсутствовал полковник Васильев и полковой комиссар немцев. Приказ для их дивизии передали по радио и послали в пакете посыльным на броневике. Кроме этого, я должен был подтвердить его устно. Во избежание всяких неожиданностей мы дублировали связь. Заодно я собирался совершить с этой дивизией и марш. Моя М-ка и штабной броневичок, не отставая друг от друга, мчались по разбитой проселочной дороге. Но вражеские самолеты держали под наблюдением все коммуникации. Нас вскоре заметили и стали преследовать. Езда превратилась в сумасшедшую гонку. Шофер резко тормозил, неожиданно сворачивал в сторону, петлял по полю. И тут я впервые за это утро увидел наш истребитель И-16. Но больно было смотреть, как этот один единственный шачок самозабвенно бросился на 10-12 немецких истребителей. И буквально через мгновение, оставляя хвост пламени и дыма, рухнул на землю. Где же наша авиация? Почему бездействуют? Музыченко накануне рассказывал, что в авиаполку, базировавшемся во Львове, шла замена боевой техники. Старые машины сдавали, а новых получили только лишь 15, для освоения. Неужели в таком же положении другие авиаполки? Часа через полтора, когда я прочитал Немцову на слух записанное правительственное сообщение, мне стало несколько яснее. Как видно, многие самолеты были уничтожены на аэродромах. Тем более, что аэродромы эти часто оборудовались непосредственной близости к границе. В этом принимали участие и люди из нашего корпуса. После событий, изложенных в первом выпуске, 8-й мехкорпус уже принял активное участие в боевых действиях. А данная же часть начинается с прибытия в соединение члена военного совета, его разнос руководства 8-го мехкорпуса, а также назначения Попеля командиром подвижной группы. Рябышев молчит. Руки по швам, глаза устремлены куда-то поверх головы корпусного комиссара. Член военного совета прикладывает узкую белую руку к фуражке. Выполняйте, а командовать подвижной группой будет Попель. Корпусной комиссар поворачивается ко мне. Займете к вечеру дубно – получите награду. Не займете – исключим из партии и расстреляем. В груди у меня клокочет. Эхи мастер же вы, товарищ корпусной комиссар, в душу плевать. Хотите, чтобы я только ради награда наступал и страха перед расстрелом бил фашистов? Коротко отвечаю – есть. И поворачиваюсь так, как требует строевой устав. Обида, боль – все вступило на задний план. Мне вести подвижную группу. Мало сил, мало сведения противники, мало времени на подготовку. Правда, член военного совета уверяет, что на дубно с севера и востока наступают другие корпуса. Оксин залез в мой танк на место башнера. Головкин включает мотор. Танки мой и Васильева стоят рядом в недавно густых, а теперь смятых и изломанных кустах. Я махнул рукой, и адитант Васильева картинным жестом поднял ракетницу. Наш удар по шоссе для гитлеровцев сюрприз. Ему в голову не приходило, что мы посмеем лезть на коммуникации, по которым день и ночь гудят немецкие колонны. Бой шел где-то справа, а сюда лишь изредка залетали случайные снаряды. Оборонявшие деревню Горановка батальон пехоты и рота танков противника были застегнуты врасплох. К орудиям к танкам в окопы солдаты бросились в одних трусах. Загорали. С вражеским заслоном Волков разделался так быстро, что основным силам не пришлось даже притормаживать. Во всю ширину шоссе шли наши мотоциклисты. Правее них двигались танки с пушками, обращенными влево. Когда я с пригорку увидел эту разливающуюся лавину, ты испытал особую радость, которую дает сознание собственной силы. А ведь это не все. Где-то западнее, скрытые редкими перелесками, наступают танки Болховитина. Здесь же на шоссе настигли мы тылы 11-й танковой дивизии гитлеровцев. Они спокойно совершали марш, строго соблюдая положенные интервалы. Через 2-3 километра регулировщик, а рядом мотоцикл, на котором он приехал. Все размеренно, основательно, чинно. В высоких трехтонных машинах под брезентовыми тентами металлические бочки, картонные ящики с яркими этикетками. Бумажные мешки. Солдаты либо спят, либо читают газеты, либо негромко играют на губных гармошках. Когда наши мотоциклисты стали нагонять автоколонны, гитлеровцы и не подумали, что это противник. По брезенту, по бочкам, по скатам, по моторам ударили с мотоцикла в пулеметы. Все, что уцелело после этого, разлетелось и загорелось от снарядов, легло под гусеницы. Трупы в зеленых кителях, засущенными рукавами, валялись среди муки, макароны сахара, газеты цветастых журналов, раздавленных картонных ящиков и бумажных пакетов. В сизых лужах горючего, растекающегося по асфальту. За Вербой шоссе и железная дорога сближаются. Поток танков и мотоцикл становится уже и напористей. Он настигает все новые и новые автоколонны. Вот и врагу довелось узнать, что такое паника. Не одним шоферам, кладовщикам, но и офицерам, которые разъезжают на роскошных Опелях и Мерседесах. Танк ударяет в лакированный зад Опель Адмирала и помятый автомобиль врезается носом в телеграфный столб. Коровкин удовлетворенно матерится. Оксин просит затормозить. На заднем сидении автомашины два туго набитых, перетянутых мятыми ремнями желтых портфеля. Оксин берет с собой. Пригодятся. И обратно в танк. Легковые машины признак штаба. Быть бою. Штабные наверняка вызовут находящиеся поблизости части. В 11-й танковой дивизии хватает и танков, и пехоты, и артиллерии. Все дело в том, дадим ли мы им подойти и развернуться. Темпы не сбавлять темпы, раздается в наушниках голос Васильева. Но почему я давно не слышу Волкова? Шевченко тщетно пытается вызвать командира полка. Тот из танкистов отвечает. Под вербой 34-ка Волкова была подбита. Он, раненый в руку, пересел в другой танк. Без рации. Достается Петру Ильичу. Бой развернулся на широком, переливающем золотом ржаном поле. Километрах 10 юго-западнее Дубна. Видимость отличная. С высотки северней подложья, не выходя из танков, мы с Васильевым наблюдаем за боем. Какую же службу сослужили в этот час вертки и подвижные, как ртуть, мотоциклы? Они колесили из конца в конец по высокой ржи. Выскакивая то тут, то там, давали очередь другую и исчезали. Противнику было не по себе. Он нервничал. Его танки бросались с фланга на фланг. Оксин на минуту поманил меня. Любопытная книжица попалась в портфеле. Не силен в немецком, но кое-что разобрал. Характеристики всех наших командиров, начиная от командира полка и всех переграничных частей. Про Дмитрия Ивановича узнали, что он в 1939 году разгромил кавалерийскую группу Андерса. Васильева называют выдающимся русским полковником. Есть и о том, кто насчет выпить, а кто насчет женщин. Поразительная осведомленность. Я передал эти слова вместе с книгой в сером переплете выдающемуся полковнику. Он полистал ее и вернул Оксину. Вынюхивать умеют, но сегодня мы им все равно дадим прикурить. Характеристика обязывает. Чего немцы совершенно не ожидали, это появление в своем тылу полка Болховитина. О, как заелили по полю жуки танки, как забегали муравьи пехотинцы. А тем временем в атаку перешли волковские полки. С флангов ударили мотоциклисты. И тут скрытый до той минуты высокой рожью поднялся в воздух легкий немецкий самолет. Это, как мы узнали ночью от пленных, бросил свои войска командир 11-й танковой дивизии. Нас не особенно тревожил взлетевший самолет. Мы, не отрывая глаз от биноклей, следили за головным танком, ворвавшимся с запада в расположение немцев. Танк был подожжен, но продолжал раздеть врага. Из тоненького ствола пушки коротенькими вспышками вылетало пламя. Экипаж не хотел сдаваться. Он дрался до того мгновения, пока оранжевый столб не поднялся на месте, где стоял танк. А часом позже нам стало известно, что именно в этом танке находился командир полка Николай Дмитриевич Болховитин. К ночи с окруженной группировкой противника было покончено. Пехота прочесывала поле, извлекая из ржи то начальника штаба 11-й танковой дивизии, то начальника разведки, то еще кого-нибудь. Когда мы входили в Дубно, было совсем темно. Ни звездочки на небе, ни огонька в окнах, ни живой души на тротуарах. С северо-востока, где, судя по карте, находилось кладбище, доносился неутихающий треск пулеметов. Отряды, высланные вперед Болховитином и Волковым, вели бой с зажатым в тисках противником. Мы поспешили на помощь товарищам. На мостовой, на сидениях и крыльях дымящихся машин, в тележках разбитых мотоциклов, трупы. Даже на деревьях куски тел, в окровавленных серо-зеленых лоскутиях. Порой в этом чудовищном месиве раздается стон. Звучат едва различимые нерусские слова. Наши санитары в шинелях, пропитанные кровью, извлекают раненых. Ночью мы предлагали немцам сдаться. Те отказались, хотя и знали, что окружены. Дрались яростно до последнего, не в силах понять, что же произошло. Как они, солдаты фюрера, самим проведением, предназначенные на роль триумфаторов, зажаты в узких улочках какого-то городка. Тогда пушки ударили шрапнелью и пошли танки. Сейчас на эти танки страшно смотреть. Трудно поверить, что настоящая их окраска защитная, а не красно-борая, которую не может смыть даже мелко моросящий дождик. Бой еще не кончился, из крепости доносится стрельба. Да и здесь на кладбище из-за склепов и замысловатых надгробных памятников бьют танковые пулеметы. Ни одного не выпущет, садит сквозь зубы сытник. Со вчерашнего вечера он командует полком Болховитина. Всегда такой худой, сытник теперь совсем высох. Я же им говорил, сдавайтесь, мать вашу. Лейтенант Родионов охрип всю ночь орал в рупор по-немецки. Не послушались, пусть пеняют на себя. Им тут дит Мазай даст перцу. Разговаривая с сытниками незаметно для самого себя перехожу на украинский язык. Який дит? Це Маташ. Ничего не понимаю. Сытник же лукаво щурится, не спеша выговаривая по слогам. Маташ Хамзат Ханович. Капитан Мазаев. Капитан Мазаев в госпитале. Да ну, це ж быть-то он и может. А шо це за тыква? Сытник биноклем ткнул в сторону одного из танков, над башней которого торчала забинтованная голова. Это был капитан Мазаев. Двое суток назад его раненого в ногу обожженного экипаж вынес из горящего танка. Вчера утром замполит батальона заехал проститься с капитаном. Одна просьба на прощание. Жалостливо вымолвил Мазаев. Дайте, братцы, посидеть в танке. Когда ж теперь придется. Кто откажет в такой просьбе командиру? Танкисты помогли раненому комбату влезть в машину. И тут, по словам Сытника, дит Мазаев проявил азиатское коварство. Я командир батальона. Слушать мою команду. На исходном рубеже Мазаев предусмотрительно не выглядывал из своего Т-35. Распоряжался через замполита. Только когда Балхавитин дал батальону самостоятельную задачу прорваться на северо-восточную окраину Дубна. Мазаев счел, что можно выйти из-под пулья. Я подошел к Т-35. Командир батальона приложил руку к забинтованной голове. Свободный от бинтов четырехугольники, рот, нос, щелки для глаз. Своевольничайте, Мазаев. Никак нет. Воюю. Прошу разрешения остаться в строю. До каких же пор остаться? До конца войны. Разделайтесь на берегу с противником, отправляйтесь в Митсанбат. Войны на ваш век еще хватит. Сытник уже приказал представить капитана Мазаева к награде. Мазаев, что ж, Мазаев меня не удивляет, рассуждал Васильев, когда мы возвращались в центр города. Я считаю, что героизм для наших людей дело естественное, норма. А трусость или что-нибудь в этом роде отклонение от нормы. Но фашисты, почему фашисты сопротивлялись? Стойко ведь держались. Позавчера разведчики принесли какое-то воззвание, их командование к солдатам. Каждому обещана земля, поместье. Русские будут вроде крепостных. Неужели верят? Ведь перед нами металлисты, учителя, печатники, доценты. Небось и Тельмана слушали. В чем тут дело? Никак не могу до конца в толк взять. Может страх перед пленом? Думаю, что большевики будут иголки им под ногти загонять? Или уж настолько уверовали в свое расовое величие? А дисциплина какая? В плену солдат при эфрейторе без разрешения не закурит. Худо будет, если с первых дней не оценим германскую армию. Пожалуй, один из секретов стойкости сейчас откроем. Перебил я Васильева. Мы шли вдоль колонны легковых автомашин, брошенной гитлеровцами. Некоторые подбиты, у иных спущены скаты, но большинство кажется на ходу. Открываю багажник, в нем чемодан. Наш советский чемодан. Щелкаю замок. В чемодане, проложенный тряпками, сервиз. Блюдце к блюдце, чашка к чашке. Сервиз нашего советского производства. А то, что приняли за тряпки, новенькое женское белье. Чертовщина какая-то. Невероятно. Васильев разводит руками. Да откуда вы знали? Подошли и на тебе, пожалуйста, фокус-покус. Без всяких фокусов. Я уже утром в два или три багажника заглянул. Да, не представлял себе, что современная армия может хапать сервизы и дамские сорочки. Ну там махновцы или Маруся. Читал когда-то. Но регулярной части. Васильев был так поражен чемоданом, что не мог отойти от колонны. В глаза лезли предметы и вещи, которые никак не примешь за военное снаряжение. В легковых машинах немецких полковников, майоров и капитанов лежали детские ботинки, кружева платья и туфли, настольные часы, письменные приборы и статуэтки. В штабных портфелях обручальные кольца, броши и серьги. В небольшом закругленными углами чемоданчике, обтянутом блестящей черной клеенкой, целая парфюмерная коллекция. Бочонки, склянки, флаконы, тюбики. Этикетки французские, немецкие, русские. А в кармане из розового шелка на обратной стороне крышки. Собрание порнографических фотоснимков. Вообще порнографии самой мерзкой, самой грязной пропасть. Альбомы, наборы открыток, раскладывающиеся книжечки, штуковины наподобие наших детских калейдоскопов. Множество журналов, газет, брошюр, богато иллюстрированных и наспех отпечатанных в полевых типографиях. Потом мы привыкли, вокруг разгромленных немецких колонн непременно пестрит пропущенная через ротации бумага. А вот книжек нет. Ни классиков, ни известных современных писателей. Я облазил десятки машин и танков. Нагляделся на всевозможные полиграфические изделия от листовок с патетическим обращением к солдатам до массивных фотоальбомов. Но нигде не обнаружил даже следа того, что принято обычно считать литературой. К василивуще голеватым строевым шагом, так обычно ходят сверхсрочники, подошел старшина в плащ-палатке с грязной повязкой на голове. В левой руке узелок из носового платка. Товарищ полковник, личный состав 3-й роты обследовал трофейный транспорт. Собрал золотишко и драгоценности. Не такое время, чтобы добром бросаться. Разрешите передать начфину? Все это хорошо, только почему бойцы бродят по городу? Кто разрешал экскурсии? Теме опасна победа, что рождает самообольщение. Сутки назад враг представлялся страшным, а сегодня, после того, как он потерпел поражение, кажется пустяковым. Иной вчера с круглыми глазами вопил. У него танков тысячи. Нынче презрительно ухмыляется. Нам и его танки тьфу. А положение наше никак не плевое. От Рябышева никаких известий. Где они обещаны членам военного совета корпуса, что должны прийти к нам на помощь? Мы одни, совсем одни. Без соседей, связи, информации, без соприкосновения с противником. Остатки гитлеровцев крепости не в счет. Даже не ясно, откуда можно ждать врага. Как строить оборону? Сталик готовится к обороне, уповая только на себя. Из 30 исправных немецких танков создали новый батальон, поставив во главе его капитана Михальчука. Без машинных танкистов и экипажей подбитых машин у нас хватало. Новому комбату, его зампотеху, инженеру второго ранга Зыкову приказано обеспечить, чтобы к вечеру люди владели немецкими танками не хуже, чем своими. И артиллеристам, которым досталось до полусотни брошенных гитлеровцами орудий, вменено в обязанности стрелять из них, как из отечественных. Отдав эти распоряжения, я поехал в тылы, которые располагались в деревушке Птичья, примерно на полпути между Дубно и рубежом, с которого мы вчера начали наше наступление. Тылы надо тоже перестраивать на оборону. А кроме того, буду поближе к корпусу. Может, узнаю наконец что-нибудь о нем. На шоссе, что служило центральной улицей Птичьей, встречаю два бронеавтомобиля. Выхожу из танка и вижу перед собой выпрыгивающий из броневика радостно улыбающегося Зарубина. Товарищ бригадный комиссар, головной батальон прибыл, со мной также арт-дивизион, остальные части на подходе. Гора с плеч. Расспрашивать Зарубина нет времени. Ставлю задачу занять оборону по высотам западней подлужья и быстрее освободить шоссе. С минуты на минуту могут подойти полки и не район час появится немецкая авиация. Еще утром немцев прислал в тыл своего заместителя Новикова. Старший батальонный комиссар Новика в корпусе недавно. Я мало с ним знаком. Помню по первой беседе, что он родом из Орловщины. Прошел все ступени политработы. В полку воевал с Финляндией. Сведений в общем-то не густо. Спрашивал о нем и немцева. А тот говорил, что грамотен, серьезен, даже пожалуй суров. А там поживем увидим. До тестации еще далеко. Немцев верен себе, с выводами не спешит. Из немногословных толковых ответов старшего батальонного комиссара и я узнал все, что мне нужно было знать о тылах. Займитесь пожалуйста ремонтно-восстановительным батальоном, предложил я. Объясните, что немецкие танки тоже необходимо починять. Они нам пригодятся. А я в Мецанбат. Посмотрю, как там наши раненые, да заодно и поговорю с немцами. Да и голову пусть доктора помажут чем-нибудь. Ну и царапины. Кусочки бинта, привязанные к столбам, деревьям с забором указывали дорогу к Мецанбату. Я шел, думая, куда поставить дивизии, Герасимова и Мишанина. Каким образом установить контакт с соседями. Впереди забелела палатка приемного покоя. Около нее две защитного цвета санитарные машины с серко-красными крестами на бортах. Сзади раздалась пулеметная очередь. Я даже не обернулся. Ремонтники, наверное, пробуют оружие. Но мгновенно сплошной грохот слились десятки чередей. К этому грохоту примешался треск мотоциклов со снятыми глушителями. Из кабины санитарной машины выскочил шофер. Опустился на колени, склонил голову и медленно лег на землю, раскинув руки. Я с Маузером вбежал в избок и размещался штаб Мецанбата, скомандовав ружье. Несколько человек, хватая винтовки и гранаты, выскочили за мной. Мы залегли в канаве и стали отстреливаться. Подполз начальник штаба батальона Шевченко. Пойду подыму легкораненых. Давай. Шевченко, пригнувшись, побежал к палаткам. Сделал шагов 20 и упал. В тот же момент к нам в канаву свалился мотоцикл с убитым гитлеровцем. Колеса вертелись, мотор оглушительно тарахтел. Особенно напряженная пальба шла километрах полутора южнее, там где находился ремонтно-восстановительный батальон. Новиков вывел в вооруженную, чем придется, ремонтников на шоссе и перекрыл противнику путь отхода. Немногие оставшиеся в живых гитлеровцы оказались в наших руках. То была разведка новой для нас 16-й танковой дивизии. Дивизия двигалась по тому же шоссе, по которому полчаса назад шел батальон Зарубина. Немцы, сами того не подозревая, вклинились в совершавший марш полк Плешакова, оторвав его от головного батальона. Я спешно вызвал по рации роту из разведбата и послал в сторону сытно. В районе Вербы рота натолкнулась на фашистов. Наше прикрытие около грановки было смято сходу, так же как мы вчера у этой самой грановки смяли заслон гитлеровцев. Что теперь будет с полком Плешакова? Что с корпусом? Каково наше положение? Мы строили оборону фронтом на север, северо-восток. А враг вот он уже подошел с юго-запада. Но и для немцев встреча с нами оказалась столь же неожиданной. Они были уверены, что Дубна в их руках и двигались в походных колоннах. Мешкать было нельзя. Мы отчетливо понимали, что спасение наше в темпах. Решают минуты и даже секунды. Разведбатальон и подошедшие с Зарубином арт-дивизион выдвинули вперед к Верби. В оборону встал быстро втянувшийся полк Смирнова. На закрытых позициях, повернув жерло в сторону Вербы, обосновались гаубицы. Все уцелевшие отремонтированные немецкие противотанковые пушки приготовились вести огонь прямой наводкой. Пока в штабах противника уясняют, что к чему, мы не теряли понапрасну времени. И хотя против нас были брошены значительные силы, хотя атаки врага непрерывно следовали одна за другой в течение двух часов, оборона наша выстояла. В бою, организованном экспромтом, немцы не мастера. Напор не тот, интенсивность не та. Прорвавшиеся в наше расположение танки врага, а их было 15, стали нашими. Правда, экипажи двух дрались до тех пор, пока машины не были полностью разбиты. Но 13 танков оказались вполне исправными, и это натолкнуло меня на одну мысль. Получив поносу, немцы вряд ли станут предпринимать что-либо до утра, но к утру обязательно подтянут артиллерию, вызовут авиацию, договорятся с соседями. Неужто сидеть и ждать? Посоветовавшись с Василием, его командный пункт уже был перенесен в птичью. Вызываю из дубна замполита и зампотеха полка-сытника. Зыков докладывает, что задание мое выполнено, экипажи освоили трофейную матчасть. Хорошо освоили, ручаюсь. Ручаться не надо, вы с ними пойдете на специальное задание. Отберите 13 экипажей, самых надежных во всех отношениях. Я беседовал с Зыковым, а Гуров издавал от нетерпения. В прошлом, во время боевых действий в Финляндии ему приходилось участвовать в диверсиях. Прав Васильев, старший политрук Гуров сумеет возглавить задуманную нами операцию. Он опытен в таких делах, быстро в решениях, отлично водит танк, безупречно смел. Объявляю ему свое решение. Гуров просветлел, возбужденно потирает за лысины. Но совершенно неожиданно для меня, у окна встал молчаливый, возившийся там с какими-то бумагами, батальонный комиссар Новиков. Прошу разрешение и мне участвовать в диверсии под началом старшего политрука Гурова. Это не входило в мои планы, однако я в ту же секунду удовлетворил просьбу Новикова. Методичный, неторопливый Новиков из тех, что семь раз отмеряет, прежде чем отрезать. Он был как нельзя более кстати рядом с постоянно бурлящим Гуровым. Новиков и по званию, по должности старший Гурова. Но он сразу же во избежание всяких недомолвок определил свое место. Под началом старшего политрука. Весь вечер мы готовили операцию, которую между собой называли чудом. Кое-кого из числа выбранных зыковым танкистов пришлось заменить. Двое отказали сами. На поле в темноте разворачивались трофейные ПЗ-3 и ПЗ-4. Подымались и опускались пушки, били в черное небо пулеметы. Наконец небольшая колонна вышла на шоссе, миновала деревню, мост и свернула вправо. Мы с Васильевым немежко направились к высоте 278,4. Рощами танки должны были по одному проникнуть в расположение гитлеровцев. Человека окликнут, но кто же станет проверять свой танк? Потом надо также по одному с интервалами втереться в колонну, вытянувшуюся на дороге и ждать. Ждать красную ракету, которую даст 24.00 сам Гуров. По этому сигналу каждый танк расстреливает впереди стоящие машины и в суматохе исчезает. Высота с отметкой 278,4 господствующая. Днем с нее просматривается местность километров на 15 вперед. Но сейчас ночь, глухая, безветренная, с уныло-моросящим дождиком, с полохами далеких зорниц, лениво взмывающими ввысь ракетами. Немцы, мы в этом уже убедились, были большими любителями ракет. Наконец, вот и она, долгожданная. Ровно в 24 часа среди множества осветительных ракет в темное небо поднимается красная. Почти одновременно с ней, там где по редким огням угадывался поворот шоссе, сверкнула вспышка артиллерийского выстрела. За ней еще одна и еще. Внизу на шоссе поднялась яростная пальба, забушевало пламя. Мы возвратились в деревню. На НП остались только разведчики. Гром на юге все не утихал. Часа через полтора вернулся первый из посланных на диверсию танков. А к рассвету, под деревьями сада, примыкающего к одному из домов, стояли уже 12 машин. Сняв сапоги и ослабив ремень, Новиков спит на диване. Гуров-языков овладели хозяйскими кроватями. А на составленных столах, на стульях и просто на полу спят остальные танкисты, прибывшие с задания. Не вернулся лишь один ПЗ-3. Но экипаж его благополучно выбрался из вражеского тыла пешком к полудню. Чудо свершилось. 16-я танковая дивизия противника утром не смогла перейти в наступление. Наша группа разбилась на три сектора. Северный у Млинова командует Сытник. Замполитом у него Гуров. Юго-западный в районе Подлужья возглавляют начальник артиллерии дивизии, полковник Семенов и батальонный комиссар Зарубин. В Дубно – третий восточный сектор. Там распоряжаются полковник Смирнов и старший батальонный комиссар Новиков. Волков со своими танками составляет подвижный резерв. Бои почти не прекращались то в одном секторе, то в другом. Иногда быстрые, неожиданные, иногда длительные, многочасовые. Сравнительно спокойно, лишь удобно. А деревья, под которыми укрылись немногочисленные сохранившиеся штабные машины, прямо ко мне бежит лейтенант. Товарищ бригадный комиссар, вас по рации Комкур вызывает. Теперь уже я помчался резвее лейтенанта. В машине набилось полно народу. Не переводя дыхание, скомандовал. Выйти всем, кроме начальника рации. Когда надевал наушники, у меня слегка тряслись руки. Голос чуть слышен, мгновениями утихает вовсе. Говорит Рябышев, как меня слышите? Кто у аппарата? Я – Попель, слышу слабо. Снова треск, писк, потом довольно отчетливо. Благодарю за успешные действия, за доблесть и геройство. Что за чепуха? Разговоры два начался, а тут благодарность. Да и как-то высокопарно доблесть и геройство не совсем по-рябышевски. Радостное возбуждение уступило место тревожной настороженности. А в наушниках все тот же с трудом различимый голос. Где ты находишься? Каковы планы? Удивительно, что Рябышев задает мне такие вопросы. Не ответив на них, я сам начинаю спрашивать. Назови мне командиров, которые стоят возле тебя. Если это Дмитрий Иванович, он не обидится на такие вопросы. Поймет меня. Разговор принимает совсем нелепый характер. Голос в наушниках повторяет. Где ты находишься? Каковы планы? Я добиваюсь своего. Кто стоит возле тебя? Назови три фамилии. Голос моего собеседника слабеет. Он произносит какие-то фамилии, я слышу окончание офф. Но убей бог, не могу разобрать ни одной. Повтори еще раз. В нагретое июньским солнцем машине душно. Наушники прилипают к ушам. Растягиваю ворот гимнастерки. Лейтенант начальник рации стоит, рядом не дышит. И Оксин уже тут. Не заметил, когда он вошел. Оксин слышит мои вопросы и молча кивает головой. Вот как еще проверишь, Рябышев говорит или нет. Я раздельно по слогам прошу. Назови марку моего охотничьего ружья. Дело в том, что недели три назад мы с Дмитрием Ивановичем поменялись ружьями. Он мне дал свой заур три кольца. Пусть только скажет заур и я откажусь от подозрений. Но вместо ответа я слышу лишь треск и попискивание. Голос исчезает совсем. Снимаю наушники, кладу их перед собой. Неужели это был Рябышев? Я упустил возможность связаться с ним. Вряд ли, вставляет Оксин. Утешаете? Нет, сомневаюсь. Сегодняшний полковник, здесь речь идет о взятом накануне в плен немецком штабисте. Знает имена и фамилии почти всех наших командиров полков. Почему ваш собеседник замолчал, когда речь зашла о ружьях? Почему нельзя было разобрать фамилии штабных командиров, которые мне, и это доподлинно известно, отсутствуют в немецком справочнике? Может быть, вы и правы. Но если это был корпус, оправдания нам нет. И всей нашей мудрой осторожности. Мудрая осторожность для нас теперь дороже снарядов и бензина. А если это был Рябышев, он снова выйдет на связь. На фронте сегодня тихо. Наверное, подходят новые части. Те, о которых говорил пленный немецкий полковник. Враг готовится к наступлению. Ему сейчас позарез, нужны сведения о нас. Когда вызывают снова в машину, я иду спокойнее, чем в первый раз. Но не без волнения. Опять в наушниках слаборазличимый голос. Опять фразы, которые мне теперь кажутся особенно подозрительными. Опять треск или неразборчивое бормотание в ответ на мои вопросы. Тогда я отчеканиваю. Никакой помощи не прошу. Если ты Рябышев, знаешь, где я. И придешь. На этом заканчивается второй разговор. После третьего вызова у меня не остается сомнений. Это фашистская разведка. Я приказываю начальнику рации не отвечать ни на один вопрос, который будет задаваться от имени Рябышева или штаба корпуса. Каждый раз вызывать меня, Васильева, либо Оксина. А самим искать в эфире корпус. Корпус мы ищем и разведкой. Она ведется непрестанно, но результаты ничтожны. Однажды разведчики перевели полковника Плешакова. Заросший, измученный, постаревший Плешаков рассказал невеселую историю. Он был в том же головном отряде, что и Зарубин. На подходе к птиче сошел с машины, чтобы дождаться основных сил. И вдруг на шоссе немецкие мотоциклисты. Плешаков решил пробиваться к полку. Вдвоем с адъютантом прошагали десятки километров. И всюду были фашисты. В этих странствиях Плешаков повстречался со своим знакомым старшим батальонным комиссаром, отбившимся от кавалерийской дивизии. Тот своими глазами видел, как с юга к Дубно автоколонна везла горючее и боеприпасы. Командир дивизии повернул ее обратно. «Вы с ума сошли?» – сказал он начальнику колонны. «Дубно давным-давно у фашистов. А в Дубно в это время были уже мы». Подумать только, десятки машин со снарядами, патронами, гранатами, горючим вернулись тогда, когда у нас и боеприпасов, и бензина, и солярка на исходе. В юго-западном секторе осталось по 10-15 патронов на винтовку. Зарубин приказал собирать штык-ножи от СВТ с тем, чтобы вооружить танкистов хотя бы холодным оружием. «Я еще не слышал слова окружения, но сегодняшняя толпа возле радиомашины красноречивий слов говорил о настроениях. Прежде до Дубно мы не знали, что делается за пределами корпуса и армии. Теперь же нам неизвестна судьба даже собственного корпуса. Мы совершенно изолированы». После «Ночного чуда» я уверовал в хитрость. Мы готовили не только ложные окопы, но и ложные артиллерийские батареи из негодных пушек, а также ложные сосредоточения танков. Смотреть на то, как фашисты попадаются на наши приманки, бомбяты обстреливают разбитые машины и без того с покореженными орудийными стволами доставляло нам истинное наслаждение. В течение дня меня еще дважды вызывали к рации. С упрямой тупостью гитлеровцы повторяли провокацию. «Благодарю за доблесть и геройство. Где находишься? Какие планы?» Мне надоело это, и я ответил крепким русским словом. После этого благодарности кончились. Я велел по радио открытым текстом передавать в эфир все сведения о противнике, которыми мы располагали. Глядишь, кто-нибудь и услышит, кому-нибудь пригодится. Может быть, они дойдут и до корпуса, армии и фронта. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление и озвучить то, как в это же самое время немцы пытались связаться уже с Комкором Рябышевым, находящимся в это время под Тернополем, от имени самого Попеля. Утром Дмитрия Ивановича вызвали к рации. В наушниках надрывный чей-то голос. «Я Попель, я Попель, сообщите обстановку и местонахождение штаба корпуса. Со мной, видимо, вступал в связь более ловкий разведчик. Здесь же гитлеровцы работали совсем грубо. Они сразу потребовали координаты КП и обстановку. Эта наглость их и выдала». «Ты мне сначала доложи сам обстановку», – попросил Дмитрий Иванович. «Неподготовленный к такому вопросу немецкий разведчик ничего у меня не придумал, как вступить с Рябышевым в спор. Нет сперва ты». Чтобы не оставалось никаких сомнений, Дмитрий Иванович спросил. «Скажи, как зовут мою собаку и где она сейчас?» Охотничий пёс Дмитрий Иванович, дружок, незадолго до войны был кем-то отравлен. Фашистский провокатор не мог об этом знать и радиоразговор на этом был закончен. Но вернёмся к событиям под Дубно. Наступил один из самых тяжёлых моментов дубнинской обороны. Роты насторожены, роты ждут, а гитлеровцы не спешат. Бойцы истомились. Напряжение достигло высшей точки и пошло на убыль, расплавленное полуденным зноем. Поднявшаяся к зениту солнце добралась до окопов. Этот час и наметило фашистское командование для своего наступления. Передовые наши позиции исчезли в дыму и пыли. Облака закрыли солнце. Потом огонь переместился в глубину. Мы не заметили и не услышали, когда появилась авиация. Будто в артподготовку включились орудия просто гигантского калибра. Перед бомбами мы ещё более беззащитны, чем перед батареями. У нас нет зенитной артиллерии, ни одного ствола. Затем неожиданно наступает тишина. Гитлеровцы ждут ответных залпов, но мы молчим, не выдаём себя. Проходит минут 15 и всё начинается сначала. После двух часов артиллерийской авиационной вакханалии ясно. Главный удар сосредоточен по юго-западному сектору. У Млинова налёт слабее. Подобно же ведётся размеренный методичный огонь. Приходят первые вести. Пострадали тылы, вышли из строя всей рации. Авиация больше всего бомбилась, взённые за ночь тягачами ни на что негодные танки. Рассредоточенные же машины Волкова почти не пострадали. Бомбёжка и артиллерийские налёты не ослабевают. Но и внеистом грохоте разрывов привычное ухо различило гул танковых моторов. Какие же это танки? Если средние – плохи дела. Если лёгкие – ещё потягаемся. Танки проходят через мост и врываются в птичью. На наше счастье это лёгкие танки. Трофейные пушки бьют по ним довольно успешно. В батарее самовольно оставившего медсамбат лейтенанта Павловского, который прибыл вместе с Зарубиным, из шести орудий, пять немецких и лишь одно отечественное. Я хорошо помню Павловского. Сейчас он обосновался на крайне птичьи. Они должны пропустить вражеские танки и потом ударить по ним с тыла. Полковник Семёнов построил систему ПТО с расчётом на любой вариант фашистского наступления. Но мало снарядов, у трофейных орудий нет тягачей, и их не перебросишь с одного места на другое. Тогда от Зарубина прибегает раненый в щёку связной и что-то мы час уют мне записку. Прошу помочь танками. Я не сомневаюсь, что положение отчаянное, но всё-таки не хочу пускать последний резерв в Волково. Поднимаюсь в свой Т-34, беру три машины охранения НП и иду на выручку. Юго-западный сектор отбивает пятую или шестую атаку. Птича переходит из рук в руки. Сейчас она у немцев. Со взводом устремляюсь на цепь вражеской пехоты, поднявшуюся с огородов. Цепь густая, сзади её подпирают новые пехотинцы на ходу соскакивающие с транспортеров. Тем не менее, атаку удается отбить. Мы становимся хозяевами северной окраины Птичьи. И тут в окоп заскакивает Зарубин. И без всякого перехода докладывает. Хоменко взял своих бойцов да несколько танкистов, с выведенных из строя танков. Рожью прошёл в тыл, чуть ли не к самой Вербе. А там подбитые немецкие машины. Наши ребята залезли в них, да как ахнут. Такой-то артарарам подняли. Капитан Хоменко награду заслужил. Плюснин с Павловским тоже. Павловский, кстати, опять без пушек остался. Вместе с Плюсниным в пехоте теперь. В этот момент началась новая атака. Зарубин достаёт ТТ. Как и многие командиры, он во время боя держал пистолет не в кобуре, а за пазухой. Разрешите быть свободным? И не дожидаясь разрешения, выскочил из окопа. Спустя час немцы, разъярённые безрезультативностью натиска, подняли свежие танки. Пришлось пустить Волково. Впереди Жердяевская рота КВ. Наш слабый артиллерийский щит – разбит. Едва не все пушки юго-западного сектора выбыли из строя. Танки шли против танков. Немцы не имели тяжёлых танков, но у наших КВ снаряда на исходе. Надо таранить, давить тяжёлыми, разлапистыми гусеницами. Фашистская атака опять захлебнулась. Но вернуть птичью нам уже не удалось. Горели машины, торчали обломки вмятых в землю орудий, перевёрнутых транспортеров. И всюду у машин, батареи транспортеров, трупы наших и немецких солдат. Примчавшийся на мотоцикле без коляски лейтенант доложил, что в 16.10 противник перешёл в наступление. Немцев остался в подлужье. Мы же с Васильевым направились к северному сектору. Сытник укрыл на левом фланге в засаде батальон Мазаева. Им теперь командовал Гуров. Мазаеву стало совсем худо, его удалось наконец отправить в Митсанбат. В центре наступления два фашистских батальона. Остальные силы, не принимая боевого порядка, двигались колоннами по дороге. В эту колонну и врезались до поры до времени таившиеся в лесу танки Гурова. Гуров прислал записку. Штаб фашистского полка приказал долго жить. Взял в плен генерала, командир 44-й пехотной дивизии. Всем гусям гусь. Мы с Васильевым тут же направились к Гурову. В предвечернем небе появились эскадрильи бомбардировщиков. Бомбовый удар был направлен как раз туда, где дрался батальон. Вышли на опушку, когда самолеты уже отбомбились и батальон атаковали десятка полтора ПЗ-3 и ПЗ-4. Несколько наших танков горели. Мы рванулись на помощь. На ходу ко мне, прямо на броню 34-ки вскочил перемазанный и окровавленный танкист. Я открыл верхний люк. Вон видите Т-35 горит, это Гуров. Маневрируя, мы стали пробиваться к уже умолкшему, слабо дымившемуся танку. Коровкин подвел 34-ку вплотную к нему. В открытый передний люк я увидел три черных скелета. Забравшись потом вовнутрь, к коровке нашел орден Красного Знамени, соблупившись от жара эмалью. Это была награда, полученная Иваном Кирилловичем Гуровым за бои в Финляндии. А немецкий генерал вместе с остальными пленными погиб от немецкой же бомбы при прямом попадании. Возвратились. На командном пункте у подложей творится нечто невообразимое. Люди бросают вверх пилотки и фуражки. Я выскочил из танка и окликнул пробегающего мимо политрука. Что тут происходит? Самолет? Какой самолет? Наш только что сел в болото, связь будет. Минут через 20 передо мной стоял высокий, опирающийся на палку летчик-лейтенант в черной кожаной куртке. Мне нужен бригадный комиссар Попель. Я Попель. Вез вам приказ фронта. Когда мессершмитт атаковали, приказ уничтожил. Содержание помню. В лесах у Мельча сосредоточено до 300 танков противника. По всей вероятности, без боеприпасов и горючего. Командующий фронтом приказал уничтожить эти танки. Кем подписан приказ? Начальником штаба генералом Пуркаевым. Итак, штаб фронта помнит о нас. Приказывает наступать громить врага. Но знает ли он о наших потерях? Знает ли, что нам некуда девать раненых и нечем помогать им? Что у нас нет горючего, снарядов и патронов. Что в каждом полку можно по пальцам сосчитать оставшихся в строю командиров и политработников. Вряд ли. Но если надо и если есть приказ, мы обязаны. Мы будем наступать. Это решение нам далось нелегко. Оно было принято после того, как отвергли десятки вариантов. В 23.00 полкапитана Петрова атакует птичью. Овладевает ею, пробивает брешь на юг. В коридору стремляются тылы, раненые и все, что не может идти в бой и связывает нас. Маршрут на Тернополь. С рассветом наши главные подвижные силы наносят удар по сосредоточенным в лесах танкам 16-й танковой дивизии. В общем направлении на Козин. Мы верили, что где-то там, Козин сыт на броды, находится наш корпус. У нас не было ни секунды времени. Я с группой командиров сразу же ушел на рекогносировку в район Птичьей. Васильев на северный участок. В лесах, садах, деревнях, окраинах Дубна началось движение. Сперва осторожно, чтобы не привлекать внимание немецкой авиации. Но фашистские самолеты не появлялись. И погрузившаяся во мрак дорога забурлила, загудела, ожила ревым двигателем, криками, руганью и стонами. Стала обычной дорогой войны. Гитлеровцы, привыкшие руководствоваться только элементарной логикой, не ждали ночного натиска на птичью. Минут через 40 после первого артналета село было уже у нас. Мотоциклисты, за ними танки, потом тылы на колесных машинах двинулись к вербе. Пехота по грудь в теплой мутной воде форсировала притоки Иквы. Когда колонна останавливалась, я вскакивал на колеса грузовиков, в кузовах на сене лежали раненые. Иные без памяти, иные в бреду. Те, что могли разговаривать, беспомощной неуверенностью спрашивали. Куда нас? К своим? Я односложно отвечал. К своим. Низина затягивалась белым туманом. Осветительные ракеты нам уже были не опасны. Противник так и не понял, что происходит, и вел огонь по карте, приблизительно нащупывая места переправ. Впереди колонны шло 60 танков. У каждого 1-2 снаряда на ствол для самообороны. Колонны разошлись. Раненые товарищи, которые уходят на юг, считают нас оставшихся обреченными и приговоренными к смерти. Героической смерти. Мне стало тоскливо. Мелькнет в тумане последняя красная лампочка, и все. У нас осталось, смешно сказать, 80 танков. На каждом по 20-25 снарядов, а баки заполнены горючим лишь наполовину. И небольшие десанты. У бойцов считанные патроны. Правда, есть еще 20 танков Петрова, которые обеспечивают выход в тыл. Потом, когда мы начнем действовать, они подтянутся к нам и составят второй эшелон группы. Ловлюсь я на том, что думаю уже не об участи обреченных, а обои. Великая спасительная сила ответственности. В закрытой штабной машине над картой Васильев, Немцев, Сытник и Курепин. Почему не спите, товарищи? Васильев поворачивается от карты. Недавно Петренко заходил. Разведчики пленного приволокли. Танков в лесу, говорит, сотни две, не больше. С ними две батареи и еще артиллерия на высотках вдоль узкого прохода, по которому нам идти. Дорога цветов прямо. Вон как у Курепина на карте все роскошно разрисовано. Я протиснулся к столу. На карте между двумя синими карандашом прочерченными овалами внутри которых условное обозначение танков. Две острые красные линии. Левая – Волков, правая – Сытник. Эти стрелки едва не задевают тоненькие струйные синие черточки знаки немецких батарей. После того, как посмотришь на карту, можно и не спрашивать, почему не спят командиры. Мы разошлись, когда начался завтрак. Мне захотелось послушать, о чем говорят бойцы. Первое, что я почувствовал сегодня в людях – это усталость. Подъем давался нелегко. Слышалось длинное в несколько колен ругань. Было тепло, но многие зябко кутались в шинели. Кто-то сказал, мы как с той стороны нажмем, корпус с этой надавит. Слово «корпус» повторялось все чаще и чаще. Бойцы верили в воссоединение с частями корпуса, в чем я после карты Курепина стал сомневаться. Слишком толстая стена, слишком мало у нас сил. Не придется ли выполнять приказ уходить в леса? Да, шансов на соединение с корпусом мало. Совсем мало. Однако основная масса людей и машин уже за пределами кольца. И мы, если не прорвем это кольцо на всю глубину, то уже наверняка изломаем, сомнем, разрубим его. Где-то южнее продолжали тарахтеть танки Петрова, отвлекая внимание немцев и привлекая на себя их снаряды. Несколько машин, составляющих нашу разведку, миновали гать и поднялись на узкое плато, по бокам которого укрылись в лесу батареи и танки фашистов. За разведкой двинулись танки командования. Мой, Васильева с Немцовым и Волкова. Прошли болота, прижимаемся к смутно темнеющим слева деревьям. И вдруг где-то справа позади яркие вспышки разорвали туман. Артиллерия накрыла хвост колонны Волкова. Только нельзя сейчас останавливаться, нельзя терять внезапность. Пушки бьют неприцельно, на шум моторов. Сытник еще не подошел, но все равно остановились. В наушниках слышу привычное Васильевское. Жать, жать, жать. Темпы, темпы. С двумя машинами я отрываюсь от колонны. Прежде чем разведнелась, надо заткнуть глотки фашистской артиллерии. Иначе Сытнику и Петрову не сдобровать. Идем на вспышки, скорость максимальная. Коровкин хочет обойтись без снарядов. Упывает на гусеницы и пулеметы. Пулеметы начинают работать с коротких дистанций. Вряд ли возможно точное попадание, но пушки замолчали. Вероятно, прислуга разбежалась от неожиданности, попрятавшись в ровиках. Вдавливаем стволы колеса орудий в землю. На помощь разгромленной нами вражеской батареи приходят соседи. Танк вздрагивает от снарядов, рвучихся на его бортовой броне. Мельчайшие осколки стали впиваться в лица. Находящийся со мной в одной машине Оксин пробует повернуть башню. Заклинина. Вдобавок перебитые гусеницы. Танк, отличной видимой целью, замер в двух-трех сотнях метров от фашистской батареи. Выбрасывай дымовую шашку, кричу Коровкину. В который уже раз прибегаем мы к этой незамысловатой хитрости. И опять удача. Едва увидев дым, противник прекратил огонь. Оксин хочет открыть верхний люк. Я хватаю его за руку. И в ту же секунду пулеметные пули барабанят по броне. Немцы рассуждают просто. Танк загорелся, значит сейчас выскочит экипаж. Вот и пожалуйте под свинцовый душ. Все, что было дальше, вспоминается словно в бреду. В пелене кровавого тумана встают отдельные эпизоды и сцены. Как бы я ни хотел, не смогу последовательно изложить это продолжавшееся везде ничем не сравнимое побоище. Понятия не имею, сколько времени мы сидели в танке. Батарея умолкла, около нас остановился КВ. Коровкин, Оксин и Головкин стали менять траки. Условились, как только исправят гусеницы, идут на командный пункт. Я показал на карте точку у дороги и перебрался в КВ. На командном пункте, окруженном дюжиной танков, различных систем с помятой броней перебитыми гусеницами и обрубленными пушками, застал Курепина и Новикова. Спрашиваю об обстановке. Васильев пошел с Волковым и Сытником вперед. У Сытника все подтянулись? Почти все. А где Петров? Ждем с минуты на минуту. Самая большая опасность – артиллерия. Целый дивизион лупит во фланг. Пусть танки, которые здесь стоят и у которых исправны пушки, бьют по фашистским батареям. Демаскируем КП, черт с ним. Все равно сейчас будем сниматься. Потом я повернулся к старшему батальонному комиссару Новикову. Собирайте подметелку всех штабников. Писари, безмашинных танкистов, кто попадется. Будем атаковать арт-дивизион. А то беды не берешься. Новиков со старшим политруком Харченко и прокурором дивизии Смирновым собрали десант, разбили его на группы. Тут подошла моя тричетверка. Что за вид? У пушки разорванный пугнутый ствол, на бортах десятки черно-красных вмятин. Коровкин докладывает. Оба пулемета вышли из строя. Триплексы побиты. Я только махнул рукой и повел пехоту в тыл гитлеровскому дивизиону. Три группы, Новикова, Харченко и Оксина, каждая должна захватить по батарее. Идем через болото, проваливаемся. В вытянутых руках над головами винтовки, пистолеты, гранаты. В некоторых зубах штык-ножи от СВТ. Грязные и страшные, как болотные черти, врываемся на огневые позиции немцев. Украшенные березками и старательно укрытые сверху пестрыми маскировочными сетками. 150-мм гаубицы не развернешь в одно мгновение. Рвутся гранаты, гремят выстрелы. Кое-где дошло до рукопашной. Мы выходим победителями. Все три батареи со справными орудиями, с запасами маслянисто-блестящих снарядов наши. Сказочное богатство, но этого мало. Товарищу Оксину со своей группы захватить штаб дивизиона. А главное тягу, тягу, любой ценой. Бойцы быстро осваивают немецкие гаубицы. Новиков командует дивизионом. Военюрист Смирнов, служивший наводчиком во время гражданской войны, становится за старшего на одной из батарей. В лесу, куда скрылась группа Оксина, стрельба, пулеметные очереди. Плохой признак, у наших пулеметов не было. Вскоре появляются красноармейцы. Одни опираются на винтовки, троих несут товарищи. Шествие замыкает Оксин без фуражки. Блестит на солнце белая лысина. Не вышло, нарвались. Два пулемета. Оксин сплевывает кровью. Что с тобой? Да ничего. Было дело под Полтавой. Вместе с Оксином возвращаюсь на командный пункт. Толстяк Петров, отдуваясь и вытирая грязным платком красное потное лицо, докладывает Курепину. Заметив меня, сует Полток в карман и начинает сначала. Его танки на подходе. Некоторые едва тянутся. Немцы бомбят птичью высоту 278,4. Наших там уже нет. Не дождавшись конца доклада, я обращаюсь к Курепину. Где Васильев? Неизвестно. А связь? Не отвечает. Подхожу к КВ. Удивительное зрелище открывается мне, когда танк выходит на плато. В первый момент кажется, будто бы справа и слева горит лес. Черный дым обволакивает деревья, кусты, задевая за ветки и медленно ползет в небо. Останавливаемся у подбитой 34-ки. Бледный худой лейтенант, с лицом и руками перепачканный маслом, объясняет. То горят танки. 16-я непромокаемая. Машины стояли на опушке, а экипажи дрыхнули в лесу. Мы били с короткой дистанции. Снаряд танк, снаряд танк. Майор Сытник пошел вперед. Связываюсь по рации с Сытником. В наушниках знакомый голос. Далее Гитлеру. Нехай посчитай, скильки танков в лесу горят. А где Васильев? Не знаю. Не бой за Волковым. На открытом поросшем густой травой поле все чаще встают черные фонтаны. КВ по диагонали пересекает поле и нагоняет колонну Волкова. Но Волков тоже не знает, где Васильев и немцев. Он видел, как танк Камдива пошел в атаку, как взял правее в сторону Сытника. Сначала слышал по радио Васильева, но потом голос Камдива умолк. Тем временем в лесу появляются фашистские танки. Значит, враг уже сориентировался и водит в бой резервы. Теперь нас может выручить только скорость. Но не бросать же на произвол судьбы машины Петрова. В небе появляется самолет-разведчик. За ним спустя минут пять эскадрилья бомбардировщиков. Она еще не отбомбилась, когда из леса вышла вторая, потом третья, шестая. Мы потеряли счет. Исчезли границы между полем и лесом. Исчезла дорога. Исчез горизонт. Но связь с Сытником и Волковым работала. Прямой наводкой бил по немецким танкам гаубичный дивизион, которым командовал Новиков. Курепин вовремя подтянул командный пункт вперед поближе к своим танкам. У него оставалась одна санитарная машина и три штабные. Полковые дивизионные штабники осаждают меня. Что делать с документами? Подбегает Оксин. Сзади на пушке танки. Наши танки. Я поднимаю глазам бинокль. Неужели такое возможно? Неужели наконец-то Рябышев прорвался к нам? Но почему-то танки не устремляются на помощь. Почему-то медлят. Неторопливо разворачиваются перед лесом. И прежде чем я увидел кресты, понял, что это немцы. Они не спешат атаковать. Ждут основных сил. К чему спешить? Куда мы денемся? Командный пункт переходит к лесу под защиту дивизиона Новикова. Туда же постепенно стягиваются танки Петрова, изуродованные с израсходованными моторесурсами. Еще часа два назад, когда я говорил сытникам, фашистские машины не охватывали нас железной клешней. Не зажимали мертвой хваткой. И небо было чистое. Горели на опушках десятки немецких машин. И возможно мы могли вырваться. Но для этого надо было пожертвовать тихоходной группой Петрова. Иными словами, ради возможного собственного спасения и спасения части сил, предать товарищей, бросить их на верную гибель. Нет, на такой шаг я не мог пойти. И поныне считаю, что поступил правильно. Когда очередная бомбежка кончилась, со всех сторон на нас сорванулись в атаку ПЗ-3 и ПЗ-4. Сосчитать их было нельзя. Может быть две сотни, может быть три. Факелом заметалась по полю одна наша 3-4. На КВ навалилась сразу десятка полтора ПЗ-4. Расстреливаем немецкие машины в упор. Кончились снаряды, пошли на таран. Запылала как костер машина Волкова. Он с трудом выбрался из нее, но раненая нога отказалась служить. Волков упал и потерял сознание. Вслед за ним из открытого люка горящего танка не появился никто. Сытник в горячке боя вырвался на КВ вперед, протаранив несколько ПЗ-3. Машина превратилась в бесформенную груду металла. После этого он стал отходить с экипажем в чаще кустарника. Сочная трава вокруг пожелтела. Дым цеплялся за нее. Несмолкаемый грохот наполнил воздух, перекатываясь по лесу. Не разберешь, где наши танки, где фашистские. Кругом только черные стальные коробки, с которых вырываются языки пламени. Спасибо Новикову и его пушкарям. Они как могли прикрывали КП и подтянувшиеся горе машины Петрова. Но гитлеровцы уже дали знать своей авиации, что рдивизион в руках у русских. И вот завыли падая на огневые позиции пикирующие бомбардировщики. Десятка полтора артиллеристов убиты и ранены. Три гаубицы изуродованы. Я подбежал к оглушенному Новикову. Крикнул на ухо, что есть сил. Прикрывай наш отход. Потом орудие в воздухе отходи с людьми к месту сбора. Понял? Новиков кивнул головой. Прослышал ли он тогда мои слова или догадался, не знаю. Больше я его не видел. Солнце огромное, красное, не спеша клонилось к закату. Неужели уже закат? Мы деремся с предрассветного часа. У людей как бы атрофировались нервы. Заглушенный стинг самосохранения. Иные совсем не реагируют ни на бомбы, ни на снаряды. Вылезают из танков, выпрыгивают из окопов, не склоняя голову, идут вперед, пока не свалятся от пули или осколков. Окрашенный алым цветом, то ли от пожаров, то ли от заходящего солнца, мы двинулись дальше. Горстка покорежных или тянущихся танков. Санитарка и три штабные машины. На танках и рядом с ним остатки десанта. Лишившиеся машин танкисты. До леса нас преследовали пули и снаряды. Но как только вошли в чащу, огонь стал слабее. Фашистские танки не увязались за нами и при очевидном многократном превосходстве гитлеровцы остерегались нас. Я приказал построить личный состав. За этот день люди всего насмотрелись. Они не удивились бы, если бы из-за кустов поднялся в атаку немецкий полк. Но строиться? Зачем это нужно? Не свихнулся ли бригадный комиссар? Однако это не было каким-то чудачеством. Я не сомневался, что фашисты на ночь глядя не полезут в лес. Задерживая колонны, я ничем не рисковал. Но выигрывал многое. Чем дольше мы здесь простоим, тем больше людей к нам подойдет. По лесу в поисках своих, несомненно, бродили еще десятки бойцов. Кроме того, все должны понять. Хотя мы уже не группировка, не дивизии, даже не полк, а только небольшое подразделение Красной Армии, но на нас распространяются все ее уставы, ее дисциплина, ее порядки. Строились медленно, неохотно, преодолевая невероятное утомление и безразличие. Я подозвал Оксина. Надо найти местного жителя, проводника. Оксин в секунду молчит, потом вытягивается, нарочит и громко произносит «есть». И поворачивается, как курсант на занятиях по строевой подготовке. А бойцы все еще строились. Я стоял сбоку, смотрел и ждал. Наконец, с горем пополам построение закончилось. Медленно, ничего не говоря, всматриваясь в лица, я прошел вдоль шеренги. Кто бы поверил, что недавно эти люди были молодые и здоровые жизнерадостные люди. Иные стояли закрытыми глазами, неподвижные, апатичные. У других – истерически возбужденные лица. Чего резину тянуть? Выводи, пока все не полегли. Я не ответил на этот выкрик. Из леса показалась группа бойцов. Капитан обратился ко мне. Товарищ бригадный комиссар, разрешите встать в строй. Становитесь. Все молча смотрели, как пристраиваются прибывшие. Я вышел на середину. Кто мне верит и будет безоговорочно выполнять присягу, стоять на месте. Кто не верит – два шага вперед. Строй не шевельнулся. Выждал некоторое время и заговорил опять. Держу вас здесь не ради собственной прихоти. Видели, только что явилось 15 человек. А сколько еще наших бродит по лесу? Что же прикажете бросить их? Повторяю. Кто не желает ждать – два шага вперед. Шкурники нам не нужны. Подумайте, потом будет поздно. Потом за неуполнение приказа расстрел на месте. Пусть каждый решает сейчас. Я жду. Из строя так ни один и не вышел. Я скомандовал. Вольно садись. А люди из леса все подходили и подходили. Группу недавних артиллеристов привел старший политрук Харченко. Лицо его заливало кровь. Зажимая ладонью рану на щеке, он доложил. Старший батальонный комиссар Новиков погиб под фашистским танком. Дрался до конца. Часа через полтора, когда настало вдвое больше, чем вошло в лес, появился Оксин с тремя разведчиками. Они вели старика и парнишку лет семнадцати. Отец и сын докладывает Оксин. Чехия из Белогрудки. Встретил в лесу. Старик держался свободно, не испытывал ни малейшего страха. Товарищ начальник, прошу отпустить меня. Надо жену разыскать. В городской речи слегка давал себя знать непривычный акцент. Мы с вами ничего худого не сделаем. Отпустим. Но вы прежде помогите нам. Расскажите про этот лес. Лес как лес. Малохоженный. Есть места совсем глухие. Круче овраги. Вот и ведите нас в самое глухое место. В самый глубокий овраг. Старик сел в мою тридцатьчетверку. Сын в другую машину вместе с Оксиным. В танки же были погружены штабные сейфы. Колесные же машины вывели из строя и столкнули в овраг. Я приготовился к длительному переходу. Но мы прошли километра три и старик предупредил. Сейчас будет круче, не приведи бог. Танки ваши, не знаю, не перевернулись бы. Вероятно, в обычных условиях, да еще если бы видел степень крутизны, я бы не пустил боевые машины. Но тогда была ночь. Да еще и ночь после такого дня. Ничего, отец. Наши танки пройдут. Коровкин сел за рычаги управления. Головкин вылез снаружи и перемастился слева на крыле. Деревья удерживали танки от падения. Но это была настоящая эквилибристика. Головкин свалился с крыла и машина прижала его к дереву. С трудом удалось затормозить. Механик-водитель потерял сознание. Спуская танки на дно глубокого оврага, я, конечно, допустил ошибку. Никак не мог расстаться с ними, не верил, что они больше нам не пригодятся. Перевалилось за полночь, когда мы достигли дна. Темень, сырость, бойцы валятся в густую осоку. Как ложатся, так и засыпают. Но не всем отдыхать этой ночью. Я зову командиров, политработников, коммунистов. Надо идти обратно, собирать раненых и оружие. Снимать с танков пулеметы, прихватить диски, немецкие винтовки, пистолеты, автоматы. Какая сила нужна теперь, чтобы заставить людей подняться наверх и проделать вторично этот путь? Нам трудно, но во сколько раз тяжелее раненым оставлено в кустах. Самое главное сейчас – взаимовыручка. Самое страшное преступление – бросить товарища. Или мы только на плакатах писали, что человек – самый ценный капитал. И без оружия отряду нельзя. Нам еще драться и драться. Уходят с группами Харченко, Петров, другие командиры. Я чувствую под ногами камень и опускаюсь на него, сжимая руками налившуюся гудящим свинцом голову. Что же нас ждет? Где Сытник, Волков, Васильев, Немцев? И какова все-таки судьба корпуса? Всю ночь просидел я на крутолобом валуне. Не весь как и не весь когда свалившемся на дно оврага. Понимал, стоит лечь на осоку и сразу же забудешься. Хорошо было бы ходить, но ходить я не мог. То ли сказывалась контузия, то ли ушиб где-то ногу. Так и сидел я, опираясь на палку, заставляя себя сосредоточиться и слушать. Кто-то бормотал во сне, стонали раненые, часовые перебрасывались короткими фразами. То и дело доносилось. Кто идет? Свои. Кто свои? Это прибывали к нам новые-новые люди из леса. Их подводят ко мне. Задаю каждому два-три вопроса и приказываю – отдыхайте. Лиц не разглядишь, но по голосам ясно – измученные два передвигающие ноги бойцы. Довольные, нашли своих. Им сейчас не важно, что свои не имеют ни боеприпасов, ни продовольствия, ни перевязочных средств, ни связи. Они среди своих. И это им дороже сегодня всего на свете. Единственная наша сила – армейский коллектив. Сохранится он, мы еще на что-нибудь годимся. Развалится – всем конец. Когда начинает светать, возвращаются бойцы, которые ходили в разведку, собирали оружие, разыскивали раненых и блуждающих по лесу. Растут горы оружия – нашего и немецкого. Одних только танковых пулеметов больше полусотни. Из леса все подходит и подходят те, что отбились вчера. Слышу, как на окрик часового отвечает знакомый голос. Я старший лейтенант Жердев. Спрашиваю у Жердева. Что вам известно о Волкове? Ничего, товарищ бригадный комиссар. А о полковнике Васильеве – тоже ничего. Сытник и Курепин подошли, когда уже совсем разведнелось. Облизывая языком почерневшие сухие губы, Сытник рассказывает. Бачил, как КВ полковника Васильева и полкового комиссара немцева вырвался вперед, как его окружили фашисты. Может 20 танков, может 25. Что дальше? Сам тот оказался подбитый. Говорил мне один сержант, будто КВ то ли в яму какую-то, то ли в погреб провалился. Боюсь, правда. Если танк застрял, им спасения не было. Почти каждый из прибывших о ком-нибудь докладывал. Погиб. Погиб, погиб, погиб. Это слово бьет в мозгу, сковывая волю и силы. Васильев, немцев, новиков. Возможно, и все мы уже приговорены. Лишь ждем своего часа. Что стоит окружить овраг и передушить на всех, как слепых котят? Шевченко и Коровкин вернулись с разведки. Как дела у птичьи? По дороге сплошные колонны. Нет им конца и края. На открытом партийном собрании я информировал людей о результатах боя и нашем положении. Мы выполнили приказ фронта. Взяли Дубна, держали его 6 дней, пока не получили новый приказ разгромить танковую группировку. Он тоже выполнен. Нами уничтожено вражеских танков раза в 2-3 больше, чем потеряли сами. Значит, нам по силу трудные приказы. Мы можем бить врага и будем его бить. Ближайшая наша задача – выйти из тактического окружения. За день, проведенный в глухом овраге, многое открылось в людях. Одни покорно поддавались апатии, другие тщетно пытались ее преодолеть. Третьи все-таки побеждали ее. А к четвертым она словно и сама не решалась подступить. Весь день немцы наугад слали в лес снаряды. Время от времени прилетали самолеты, также наугад выпускали пулеметные очереди и бросали бомбы. Противник не знал точное место нашего нахождения, но, как видно, предполагал, что разрозненные группы русских прячутся в чаще. А враг служил нам пристанищем более двух суток. Мы не спешили покинуть его. Надо было побольше выведать о противнике, о двигавшихся на восток в вражеских частях, разведать возможные маршруты, полазить по лесу в поисках раненых и заблудившихся. По сведениям разведки, в Дубно проследовал большой штаб. Захваченный ночью на шоссе мотоциклист сказал, что это штаб Клейста. В Птичьи разведчики похитили часового с черной нарукавной повязкой, на которой был вышит белый череп и перекрещенные кости. Солдат не сразу стал отвечать, но в конце концов признался. Он из охранной дивизии СС и ей поручено очистить лес от остатков русских. Этим дивизия и займется, как только подойдут все части. Примерно в 16 часов на второй день пребывания во враге из Белогородки по лесной дороге вышли пять легких танков. Скорее всего разведка. Машины наскочили на нашу танковую засаду и были расстреляны с короткой дистанции. Неоднажды за эти дни я разговаривал со стариком Чехом, который просил отпустить на розыск жены. За старухой его не отпустили, а ночью попросили принести в бутылках хорошей воды для раненых. Старик до рассвета успел три раза сходить за водой. Следующую ночь взял с собой нескольких бойцов и раздобыл ведра. После этого я стал относиться к старику с еще большим доверием. И наконец спросил его, какую дорогу и отряду лучше всего уйти из леса. Чех задумался. Выхода всем отсюда нет. Если бы сто человек, а так тысячи не меньше. Прямота и откровенность пожилого чеха подкупали меня. Подумайте, отец, надежда только на вас. Не найдете нам дорогу, пропадем здесь. Верно, пропадете. Я тоже так понимаю. Сам все думаю, куда вы уходить станете, ведь поля кругом и хутора, а на хуторах люди разные живут. Но ничего не поделаешь, уходить вам надо. И уходить опасно, и оставаться нельзя. Это было точное заключение. Старик видел и понимал все. Ладно, попробую, решил он на конец. Пусть кто-нибудь из ваших со мной пойдет. Сытники Оксин дважды проверили маршрут, который предложил Чех. Километра три по оврагу. Потом открытое поле. Высокая рожь. Другого пути не было. Наступил день сборов. Танки выведены из строя. Часть документов уничтожена. Часть вместе с сейфами зарыта в землю. На командирском совещании установили последовательность движения. Меры охраны. Я напомнил, кто снимет знаки различия, сорвет петлицы, предстанет перед трибуналом за трусость. Ко мне подошел старик Чех. Что будете делать с сильно ранеными? Понесем с собой. Не донесете. Иного выхода нет. Оставьте мне. А вы знаете, чем рискуете? Знаю. Жизнью рискуете. Каждая жизнь по-своему понимает. Четырех тяжелораненых мы передали этому бесстрашному благородному старику. Доктор Калинин поделился с ним своими жалкими запасами медикаментов. Разведчики следили за дорогой на Дубно. По ней под охраной мотоциклиста, в облаках так и не успевающей улечься пыли, шли и шли колонны. Вечером группа переодетых в гражданское платье бойцов отправилась в Турковичи. Вернулась довольно скоро. Человек, адрес которого назвал Чех, не оказался дома. Вместо него разведчики извлекли из подвала какого-то молодого франта. Он не желал идти, грозился. Пошел лишь после того, как показали пистолет. Еще во времена нашей жизни во враге, теперь она представляется спокойной, мирной и даже уютной. Мы установили, что в Дубно расположен не только штаб, но и аэродром. Горячие головы советовали разгромить и то и другое. Идея, что и говорить, заманчивая. Но у нас не было сил, чтобы осуществить ее. Только перед тем, как покинуть здешние места, мы решили все же рискнуть. Лежа во ржи разработали план нападения, отобрали людей, установили место сбора. Едва солнце стало клониться к горизонту, диверсионная группа отправилась на задание. Не задержались и остальные. С наступлением темноты двинулась вся колонна. Самое опасное – это дорога. Ночью, правда, движения по ней меньше. Но совсем оно не затихает. Справа и слева стали заслоны с пулеметами и гранатами. Роты перебегали шоссе повзводно. Одиночные машины не трогали. Давали им проехать и снова отделение за отделением выскакивали из ржи. Почти сразу за шоссе болото, а там Иква. Когда Иква останется позади, будет легче. Так, по крайней мере, казалось. По времени уже должны были выйти к реке, а все еще месим болотную грязь. Вызываю командира разведки. Где Иква? Так ведет проводник. К черту проводника. Ориентируемся по компасу по звездам. Проверяем снова и снова. Выходит, поляк ведет нас вдоль реки на северо-восток. Недоразумение или предательство? Роты поворачивают направо. Скоро рассвет. Появится авиация, транспортеры, никуда не денешься. Верная гибель. Накрапывает дождь. Квакают лягушки. Чавкает грязь под сапогами. Вытянуть ногу и поднять ее – величайший труд. Ну вот, наконец, Иква, рядом с которой бродим уже полтора часа. Пловцы переплыли реку. Натянули канаты. Теперь быстрее форсировать ее. Но для этого нужны силы. А их, как оказалось, у нас нет. Кто-то кричит высоким срывающимся голосом. Добейте, братцы, застрелите, не пойду дальше. Едва выходим на правый берег, откуда-то с севера доносятся глухие взрывы. Прислушиваемся. Да это ж в дубно разведчики взрывают самолеты и цистерны с бензином. Бойцы ободрились. Держатся увереннее, тверже. Тем более, что начинается лес. В предрассветном полумраке он кажется могучим, безбрежным. На самом же деле, жиденький, легко просматриваемый. Настоящая леса за дорогой дубно-кременец. Но через нее сейчас не перевалится. Светлеет с каждой минутой. Куда же спрятать людей? Куда девать раненых? Кто-то командует. В клуне. Место, конечно, не самое надежное. Рядом, совсем рядом по дороге идут транспортеры, преследуя нашу диверсионную группу. Бьют по лесу, по окрестным хуторам. Над клунями свистят пули, завывают мины. Сквозь щели отлично видна дорога на Кременец. Не прошло и получаса, как она снова ожила. И надо же, именно здесь у рощицы остановилась колонна машин. Кухни свернули на обочину, поближе к клуням. До нас доносится раздражающий запах кофе и жареного мяса. Мы сидим в западне. Позади река и болото. Впереди вставшая на привал колонна. Сжимаем длинные деревянные рукояти немецких гранат. В нашей клуне 15 раненых. Некоторые уснули и стунут во сне. Будем их обкладываем соломой. Боец с раздробленным плечом потерял сознание. Становится все жарче. Пробивающиеся сквозь щели солнечные лучи рассекают клуню. Эти лучи сотканы из миллионов мельчайших медленно плывущих в пространстве пылинок. В клунях они провели весь день. Чуть стемнело. По крыше клуни замолотили тяжелые капли. Дождь крепчал. Это было нам на руку. В темноте, в тишине у клуни собирались роты. Командиры проверяли людей. Объясняли задачу. Разведка не вернулась. Но ждать ее больше было нельзя. Бесшумно подкравшись вплотную к дороге, мы услышали немецкую речь. Тут же ударили пулеметы. В машины полетели гранаты. Ротор ванули через дорогу. Все произошло так быстро, что я не заметил, как я оказался в лесу. Мокрые ветки бьют по лицам. Вода бежит за шиворот, заливает сапоги. Но мы благодарны этому ливню. Он неплохой союзник. Нас нагоняет танковая рота, ходившая на станцию Смыга. Там действительно был днем праздник. Батальон отмечал годовщину какой-то виктории, одержанной во Франции. Ветерану достоились наград. А ночью наши пешие танкисты принесли им свои поздравления и подарки. Разведка устанавливает. Гитлеровцы знают об отряде, о направлении движения, сосредотачивают силы на нашем пути. Есть приказ покончить с опасной русской бандой. Нам некуда деваться. Сунемся в одну сторону немцы, в другую немцы. По дорогам шли с низкими бортами грузовики. По одну сторону курсировали большие, в грузовиках минометы. Грузовик останавливается, посылает в лес пяток десяток мин и снова гудит мотор. Гитлеровцы не особо спешат. Все равно, дескать, русским некуда деваться. Еще день-два, а там и ноги протянут. Либо сами сдадутся, либо пойдет пехота и стадом погонят в лагерь. От пленных фашисты знают. О наших раненых, о голоде и истощении. Во второй половине дня на дороге появились транспортеры и автомашины с пехотой. В бинокль было видно, как выпрыгивали с кузова в солдаты. Вылезали, разминая ноги офицеры. Пустые машины отъезжали в сторону, уступая место новой колонне. Мы уже два часа назад начали отход в сторону деревни с мрачным названием Переморовка. Вернее, в сторону болота, подступавшего к ней. Выход не наилучший. Но другого не было. В бой вступать мы не могли. Рота Петрова прикрывала отход, о котором еще не догадывались немцы. Не догадывались они по той простой причине, что считали болото непроходимым. Да оно и было таким. Поныне не могу понять, как мы преодолели это болото. Вода по пояс. То и дело, кто-нибудь проваливается в яму, его приходится вытаскивать. По нору тянулась колонна. Самые слабые держались за веревку. На островке делали искусственное дыхание захлебнувшимся болотной жижи сержанту. Бойцы проходили мимо, не оборачиваясь. Повернуться и сделать лишний жест не было сил. Вспоминалось 22 июня, когда я с Василием стоял у шоссе, ведущего на Перемышль. А из кустов, нацеливая в небо пушки, выскакивали танки, разворачивались и устремлялись на запад. В открытых люках командиры экипажей. Было это, кажется, тысячи лет назад. В какой-то совсем другой жизни. Совсем с другими людьми. А прошло всего ничего. Какое сегодня число? Пытаюсь вспомнить. Коровкин, какое сегодня? Что какое? Число какое? Число, с удивлением повторяет Коровкин. Число? Да шут его знает. И от того, что никто не помнит, какое сегодня число, какой день, да и никому это не важно, делается особенно тягостно. С рассветом над болотом появились немецкие бомбардировщики. Снижаясь, бросают бомбы. Болото встает дыбом. Брызги и коми грязи взлетают чуть ли не к самолетам. Мы молча наблюдаем за этой бессмысленной бомбежкой. Нет сил даже, чтобы радоваться. Ведь мы ушли от врага, обманули его. Вырвались из одной ловушки. А сколько их впереди? Нет. Одна за другой уходят разведки. Первую в Гражданском ведет босой Оксин. Зиборов же отправляется на поиски Съяснова. Первой вернулась разведка Оксина. Деревни вдоль реки Вилия забиты немцами. Мост у деревни Заньки цел. В деревне пехотный батальон. Местное население прячется в лесах. Колхозники, с которыми виделись наши разведчики, говорят, что гитлеровцы кого-то ищут. Привезли с десяток овчарок. В ожидании других разведчиков я прилег отдохнуть. А когда открыл глаза, прежде всего увидел трех коров, меланхолично жевавших траву. Неужто голодное сновидение? Только благодаря Зибору, который невозмутимо с прутом в руках пасовое стадо, поверил, что это явь. Каким образом, товарищ Зиборов? Самым обычным. Встретил в лесу и составил компанию. Хозяев не обнаружил. И тут часовые перевели необутую женщину в ярком платье, грязной юбке и вышатом фартуке. На руках плачущий ребенок. Второй мальчаган тоже босой, держит мать за подул, с любопытством оглядываясь по сторонам. Едва женщина увидела коров, закричала истошным голосом, бросилась к одной из них, стала целовать мокрую задумчивую морду. Заголосил и паренек. Невозмутимый Зиборов же с досады переломил свой прутик. О коровах уже знал весь отряд. И бойцы с вожделением глядели на жаркое. Раненые прикидывали, поскольку мясо придется на брата. Теперь же все взоры обратились к крестьянке, которая в правой руке держала ребенка, а в левой обхватывала за шею белую в больших черных пятнах корову. Она скороговоркой сыпала слова, молила, плакала, грозила божьей карой. Паны начальники, то моя корова, надайте с хлопчиками пропасты. — Буды бабачи, не глухие чулы! — оборвал сытник причитания и повернулся ко мне. — Шо рабе ты, Будыма? — А те две тоже ваши? — спросил я. — Ни-и, на вишем и на чуже. Так а мол, а деда Степана, а инша Марфы, у нее сыну червоной армии. — Вот тебе и стадо. Вот и накормил людей. А дать женщине и корову, а двух других быстрее в котел? Коль придут хозяева, ничего не попишешь. Опоздали. — Нет, так не годится. Нельзя нам ни на минуту забывать, кто мы такие. Но в то же время у меня язык не поворачивается приказать людям четверо суток ничего не евшим. Вернуть коров и продолжить мытарство с голодными желудками. Вместо приказания я обратился к ним с вопросом. — Ну так как, товарищи? Никто не отвечает. На поляне тихо. Только шмыгает носом босой мальчуган. Кто-то неуверенно бросает. Нехай начальство решает. — Чего там решать? Тетка со своей коровой пусть проваливает. А тех двух в пользу Красной Армии. — Все так считают, спрашиваю я. В ответ молчание. Я тоже молчу. Наконец поднимается долговязый сержант. Узнаю Тимашевского. Того, что читал недавно стихи, умом Россию не понять. Чего же ты, сержант, теперь скажешь? Не надо нам этого мяса. Не то чтобы не надо, но не таким путем. Так я, пан начальник, пидул? Из группы раненых донесся все тот же голос, что и пять минут назад. — Вали из тетка, гони свое стадо. Да быстрее, пока не передумали. А чем же все-таки накормить людей, особенно раненых? Вчера вечером разведчики перевели мне Буланова жеребца. Что и говорить, с моей плохо подчиняющейся ногой жеребец был не лишним. Но ничего не поделать. Придется отдать его на заклание. Порции нарезал сытник на расстеленный, как скатерть, шкуре Буланова. Не было кухни, котла, соли. Ломтики конина насаживали на штыки и жарили на костре, разложенном в овраге. Разведчик Никонов пробрался в небольшую деревушку по ту сторону леса и принес любопытные новости. Вчера туда вернулся помещик и потребовал, чтобы в течение 24 часов крестьяне возвратили все его имущество. Иначе будут повешены 10 заложников. С помещиком прибыли чины немецкой полевой жандармерии. Мы надумали совершить днем нападение на эту самую лесную деревушку. На площади, где уже стояла веселица, пробрались наши товарищи в гражданском. Командирская жерота сытника подошла к деревне огородами с двух сторон. Помещик в крагах в черном плаще в зеленой фетровой шляпе жестикулируя произносил речь перед согнанными на площадь крестьянами. Дело даже не дошло до стрельбы. Связанные по рукам жандармы уже стояли в сторонке. А помещик, пять минут назад грозивший крестьянам, сам болтался в петле, подготовленной для заложников. Желтые начищенные краги качались перед толпой, а зеленая фетровая шляпа с пером валялась на земле. Ночью мы попытались форсировать вилли у деревни Заньки, но потерпели неудачу. Противник обнаружил передовую роту. Полная луна заливала от логи берег и поверхность реки. Рвавшиеся в воде мины поднимали фонтаны. Едва бойцы вскакивали, по ним били пулеметы и опять укладывали на землю. Сделали еще одну попытку, и когда она не удалась, отвели взводы в лес. В следующую ночь луну прикрыли облака. Одна группа демонстративно начала двигаться к Занькам. Немцы сразу же открыли по ним пулеметно-минометный огонь. Тем временем мы приступили к форсированию реки севернее и южнее села. Я находился с северной группой. Первым переправился на правый берег взвод разведчиков, который вел Петренко. Сходу бойцы ворвались в ближайшую хату, не дав проснуться солдатам противника. В темноте действовали штыками и ножами. Но гитлеровцы уже выскакивали из соседних домов. Один наш боец убит, двое ранены. Петренко сгоряча вскочил в избу. Там ни души. Бросился обратно навстречу немцы. Захлопнул дверь и прижал ее. Гитлеровцы стали слать пулю наугад. Две из них попали Петренко в мягкое место. Не подоспей тут наши, участь майора была бы решена. Однако, прежде чем добраться до деревни, нам пришлось пережить неприятные минуты. Едва мы мокрые до нитки оказались на берегу, как прямо в лоб клеснули пулеметные очереди. Знаешь, надо вперед, хочешь встать, но лежишь. Располставшись, прижимаешь голову к земле, стараешься не дышать, чтобы не поднималась спина. Подаю команду. Справа и слева по одному вперед. Однако, ни справа, ни слева никто не поднимается. Вражеские пули то сбивают пыль перед носом, то с легким присвистом уходят в воду. Вдруг рывком вскакивает Коровкин. Я как в тумане за ним. Падаю, слышу тяжелый топот сзади. Справа кто-то плюхается в мокрой одежде. Коровкин снова бежит вперед. Поле ожило. Нафорсировали реку, мы на фронте в 200 метров, а сейчас перебегаем едва ли не змейкой, один за другим. Выручив Петренко, поворачиваем на Заньки. Наш совместный с южной группой удар должен обеспечить захват деревни и моста. В Заньках беспорядочная стрельба, рукопашная схватка, стоны, проклятие. В темноте не разберешь, где свои, где чужие. Раздается треск мотоциклов. Мы отходим к лесу, что находится за узкой безымянной речушкой. Далась она нам не легко и не дешево. Людей в отряде стало меньше. Одни погибли в бою, другие просто растерялись. Особенно поредил Риергард. Снова в лесу придется собирать бойцов. Еще не успели обосноваться в лесу, как лагерю вначале небольшими группами, а потом и толпами потянулись колхозники. Появились подводы с хлебом, мясом и молоком. Мы глотали слезы, глядя на этот обоз. Харченко пытался что-то сказать, но его оборвал маленький щупый старик. На треобосынку. Беспокоился только доктор Калинин. Он бегал от одного взвода к другому. Товарищи, не спешите сразу по многу. Пусть хлеб хотя бы немного зачерствеет. Бойцы же только отшучивались. На лужайке, где остановился штаб, сидел бригадир, член управления и колхозные деды. Посасывая трубку с самосадом, он не спеша рассказывает. За хлеб будьте спокойны, бабы еще напекут. Немцы не распустили колхоз. Велели сообща убирать хлеб. Распределять потом будут сами. Привезли с собой старосту колхоза. Но народ с каждым делом бегает к бригадиру. Гитлеровцы назначили и старосту села. Из обиженных местной властью в прошлом кулака. Но и этот староста не спешит выполнять распоряжение комендатуры. Чуть что, тоже советуется с бригадиром. В ними появилась авиация. Они кружили над лесом, кого-то выискивая. Дозоры сообщили о колоннах мотопехоты, подходившей с северо-востока. Надо было сниматься, чтобы опять не попасть в кольцо. Пехота нас еще не обнаружила. Однако самолеты могли заметить. Лес был редкий. После непривычно сытного завтрака усталыми людьми владела сонная одырь. Бойцы бродили, как осенние мухи. Колхозники не спешили уходить. Бригадир велел собрать со всей деревни салазки, на которых зимой возили хворост, чтобы на них волоком тащить появившиеся теперь запасы продовольствия. На прощание мы посоветовали колхозникам всячески вредить врагу. Да на всякий случай дали десяток винтовок. А дозорные между тем уже доносили. По шоссе подтягивается артиллерия. Мешкать дальше было невозможно. И вот мы снова в высоких густых хлебах. Над нами раскаленное солнце. Движемся тремя колоннами на север в болото. Когда самолеты снижаются, ложимся и замираем. И в ту же секунду наступает забытие. Потом снова вперед-вперед. Думалось, нет ничего тяжелее, чем в кромешной тьме месить болотную грязь. Но под жарким солнцем в полдрюме после нескольких голодных дней, бессонных ночей и неожиданно сытного завтрака, идти нисколько не легче. Вместе с Эрергардом группа Зиборова. На салазках запасы хлеба, муки и мяса. Но как раз именно по этой группе немцы открывают огонь. Транспортеры устремляются по полю. Продовольственникам приходится бросить свои салазки и спасаться бегством. Ночью наша разведка из болот возвращается, но на этом злополучном месте мятая пшеница до следы гусениц. Ни одного каравая, ни одной тушки, ни единого мешка с мукой. Поднявшееся было после встречи с колхозниками настроение снова упало. Ничего есть. А ночью идти через болото в Хотень-1 и Хотень-2, где прежде был наш Ур. Если сейчас там нет немцев, возможно, удастся передохнуть, связаться с колхозниками. И опять дальше на восток. Доктор Калинин извлек у Петренко из ягодиц пистолетные пули. Майор у недообычных шуток. Он беспомощно лежит на носилках вниз животом и сквозь зубы цедит ругательство. К ночи разразилась гроза. Грохот такой, будто бы бомбят одновременно сотни самолетов. Наполовину высохшее болото превратилось в озеро. В трепетном свете молнии медленно движемся с кочки на кочку, с островка на островок. Идем час, второй, третий. Гроза не ослабевает. Болоту нет конца. Лишь с рассветом выходим на дорогу. Она напоминает бурную реку, зажатую между узкими берегами. Отсюда до Ура не больше километра. Но прежде чем идти туда, надо отправить разведку. А кого? Весь отряд спит. Люди увидели не ушедшую под воду землю и повалились прямо на мокрую траву. Спят все. Командиры и бойцы раненые. Нет ни охраны, ни дозоров, ни часовых. Над превратившейся в реку дорогой стоит храп. Четвером Курепин, Сытник, Оксин и я пытаемся разбудить штабников. Разбуженный ошалело смотрит на нас, что-то бормочет. Стоит только отойти, и он мешком валится на мокрую землю. Наконец, кое-как собрали два десятка человек. Менее чем через час разведка возвращается. Немцев в Уре нет. Сооружения взорваны. Идем сосняком. Не просохшие еще после ночного ливня стволы темные от влаги. Нелегко дается нам этот марш по лесу. Ноги босиком. Сапоги покоробились. Не натянешь напухшие ноги. Недолгий сон у дороги только разморил людей. И вот поднимаемся вверх. И на поросшей редкими соснами и залитой солнцем высотке располагаемся на дневку. Наш лагерь представляет собой удивительное зрелище. На ветках деревьев, на кустах, на земле мокрая одежда. Нижнее белье не отличишь от гимнастерок, шинель от брюк. Все одинаково черное после болотной грязи. От обмундирования поднимается пар. Кругом, куда ни глянь, везде гулые тела. Когда только еще начали подъем, Зибуров со своей группой отправился в колхоз Михайловка. Не удастся ли раздобыть продуктов. Теперь от него поступило первое донесение. К десяти часам колхозники перевезут вареное мясо. Зарезали несколько быков и баранов. Припекает солнце и бороться со сном становится невмоготу. Я запахиваюсь в накинутую на голое тело немецкую прорезиненную накидку и кладу поближе маузер. Засыпаюсь с неспокойным чувством. Надо, вероятно, проверить посты, ведь их тоже могло сморить. Но нет сил открыть глаза, шевельнуть рукой. Вдруг вижу немца. Вижу совершенно отчетливо. Он стоит камнебоком в поднятой руке граната, готов бросить ее в любой момент. Невольно зажмурился, открываю глаза вновь. Немец на том же месте, в той же позе. Прежде чем он успел сменить позицию, я дважды бью из маузера, вскакиваю и кричу. Немцы! В атаку! Голые, с винтовками и гранатами, охваченные яростью, ничего не различая под ногами, мы летим с высотки. Беих кричат по сторонам. Крики, брань, выстрелы. На дороге стоят машины с прицепленными пушками. Сытник размахивается и граната рвется в кузове головной. Гитлеровцы в ужасе. Бегут от голых, грязных, заросших щетиной людей, напоминающих ища диадок. Еще пять минут назад, охваченный звенящий тишиной лес, наполняется грохотом и шумом скоротичного боя. В руках у многих красноармейцев немецкие автоматы. Очереди доносятся с разных сторон. Около меня лежит раненый в бедру молодой фельдфепель. Сквозь тон он отвечает на наши с Оксиным вопросы. Разбираем лишь отдельные фразы. Дело было так. Немцы заметили развешенное на деревьях обмундирование. Не поняли, чье оно, тем более, что на ветках висели немецкие кители, брюки, шинели. Так как у многих бойцов свое обмундирование истрепалось, и они ходили в трофейном. Обер-лейтенант остановил колонну и послал солдата посмотреть, нет ли поблизости хозяев этого тряпья. А потом вдруг словно с неба слетевшее голое воинство. Очевидно, из той русской банды, с которой им и приказали расправиться. Случается же такое на войне. Мы были не готовы к бою. Весь лагерь представлял собой спящее царство голых. А поди ж ты. Схватка выигранная и почти без потерь с нашей стороны. У нас только четверо раненых. Немцы же оставили нам 4 37-мм орудия с запасом снарядов, несколько десятков килограмм взрывчатки, тушь и мясо. На машине командира роты, в новеньком покрытом черной краской металлическом ящике, приемопередатчик. Коровкин остается ждать Зиборова. А мы, взорвав две машины и одну пушку, с тремя грузовиками и тремя орудиями, идем дальше. Широкие скаты выдавливают елочки на влажном песке. Ну вот начинается чернозем, превращенный ночной грозой в непролазную топь. Приходится сжечь все грузовики. На орудия не бросаем. Мастерятся лямки, в которые впрягаются бойцы. Распределяются между бойцами взрывчатка, лотки со снарядами, мясо и буханки хлеба. Под утро меня разбудил взволнованный крик Харченко. Федор Никонович, Федя, майор Петренко, что случилось, спросил я. О нем, о нем говорят, повторил Харченко указыванный черный ящик радиоприемника. Харченко не ложился спать. Всю ночь он провел около приемника, ловил Москву, Киев и только что услышал, как диктор начал читать газетную заметку «Патриотический поступок семьи Петренко». Петренко приковылял к приемнику, лег рядом и уставился на него, словно завороженный. Диктор рассказывал о том, как в первые дни войны жена кадрового командира Татьяна Ивановна Петренко, вместе с 14-летней дочерью Галей, добровольно пошла медсестрой в армию. Галя также добилась зачисления в медсанбат. В переходах и боях мать и дочь оказывали помощь раненым красноармейцам. Патриотический Петренко не верил своим ушам. Наконец-то весть о семье. Откуда ему было знать, что корреспонденция устарела, пока шла в Москву? Сутки назад, в ста с чем-то километрах к югу от нашей стоянки, прямым попаданием снаряда была убита его дочь Галя. Осколком же другого снаряда, будто бритва отрезала ногу Татьяне Ивановне. Вот как накануне этих событий встречу с женой и дочерью майора Петренко описывал подполковник Цинченко. Однажды на марше Цинченко увидел в строю девочку с санитарной сумкой. Остановил танк. «Галка, ты ли это? Кому Галка, а кому красноармейц Петренко? Садись ко мне, Галочка!» Девочка отрицательно покачала головой. «Нет, дядя Саша, нет, товарищ подполковник, я с бойцами, я с мамой». Раненые лежали в придорожной канаве. Прямой наводкой били немецкие пушки, а Татьяна Ивановна и Галя решили перетащить раненых в более укромное место. Разорвался снаряд, и девочки не стало. Прямое попадание. Мать не успела даже вскрикнуть. Разорвался второй снаряд, и Татьяна Ивановна очнулась лишь на следующее утро. Она лежала в хате на пропитанном кровью сени. От ног волной по всему телу катилась боль. Женщина чуть приподнялась и увидела, правой ноги у нее нет. Культя неумело замотана тряпкой. Также неумело перевязана и левая нога. Крестьяне тогда вынесли с поля боя и укрыли по хатам около сотни наших раненых. Несколько месяцев прожила Татьяна Ивановна в подполье у крестьянки Варвары Шумейко. Потом стала показываться на людях. Ни фамилии, ни имени ее не знали. Она вязала из мешковины платки, а Варвара обменивала их на продукты. В деревне говорили они «Цепленна, шохустки плетэ». Здесь я нашел свою жену Федор Никонович Петренко, когда наши войска освобождали житомерщину. Всю ночь и сейчас утром меня не покидала смутная тревога за Коровкина, пока не прибежал дежурный по штабу. Коровкин прибыл. На штабной лужайке рядом с Сытником и Курепиным я увидел Коровкина и его спутников. У меня отлегло от сердца. Коровкин же принялся рассказывать о своих приключениях. После встречи с Зиборовым разведчики пошли в деревню. В первой же хате застали деда с бабкой. Разговорчивый дед суетился около разведчиков. Бабка кудахтала на кухне. Все бы ничего, до ними цирот забрал яички и зарезал кур, из-за чего хозяева отправились к соседям раздобыть, как сказал дед, провианту. Вскоре старуха вернулась с караваем хлеба и бутылью молока. Изголодавшие парни набросились на еду, но доесть не успели. Прямо к дому, говорливый дед, вел фашистских солдат. Наши выбежали во двор, однако немцы приближались и с огорода. Разведчики бросились конюшню наверх в сено. Немцы открыли, посеновало огонь. Пуля пробила Шевченко икру, тот не издал ни звука, но сверху закапала кровь. Тогда немцы, залезы наверх, набросились, смяли, скрутили наших разведчиков. В сумерке трое конвоиров повели наших через речушку на северную окраину деревни. Там находилось какое-то фашистское начальство. Во враге Коровкин споткнулся и зачерпнул горсть песка. Потом повернулся и швырнул песок в лицо ближайшему конвоиру. Андреев выхватил винтовку у другого, Шевченко бросился на третьего. Завязалась рукопашная. Труднее всего досталось Коровкину. Его противник был мускулист и крепок. Зато конвоир, на которого он обросился, Шевченко вел себя странно. Он сразу же выпустил из рук автомат, повалился на землю и закричал. Но вовсе не пытался сопротивляться. А когда Шевченко схватил зеремень, чтобы связать его, показал пальцем в сторону Коровкина, который катался с немцем по земле. Шевченко понял этот жест, размахнулся и опустил приклад автомата на голову гитлеров, содушившего Коровкина. Потом вызволили Андреева и пустились втроем на утек. «Сказка ложь, а в ней есть прок, добрым молодцам урок», — сонно улыбнулся Андреев. «Что же это за немец попался Сашке? Неужто антифашист? Может, даже коммунист? Уходит, и там есть такие. А наш дед та?» Гартман прибежал запыхавшийся красный. Кепка козырьком назад, глаза горят. Не дать не взять, мальчишка в казаков-разбойников играет. За поворотом на привале колонна, кончают обед. Двигаются от острога. Много легковых машин, одна красная, вокруг офицерье. Пропустить или ударить? Гитлеровцы уже кое-чему научены. Их приказы запрещают передислокацию штабов без надлежащей охраны. Если это штаб дивизии, его, наверное, сопровождает полк мотопехоты. На раздумий времени нет. Надо решать немедленно. И мы решаем. Ударить из засады сразу с двух сторон шоссе. По голове, хвосту и центру колонны. Главный удар по центру. Дело рискованное. Но соблазн разгромить штаб, заполучить документы, боевые трофеи, может быть, даже медикаменты, очень велик. Впереди мчатся мотоциклисты. Так близко, что отлично видны кожаные шлемы и прикрывающие глаза темные очки. Круглый черный шар так и просится на мушку. Но мотоциклы надо пропустить. В пыль, поднятую ими, входят транспортеры и грузовики, набитые пехотой. Пушечный выстрел по голове колонны, будто сигнал стоп. Скрежут десятки тормозов. Этот скрежет заглушает новый выстрел нашей 37-мм, что бьет по головным машинам. Две другие пушки и пулеметы молчат, ждут своей очереди. До нас доносятся слова незнакомых команд. Грузовики пошли вперед, транспортеры подтягиваются к легковым. Паники не чувствуется. Нелегко придется Сытнику и старшему лейтенанту Кортневу, которые встречают головные машины. Но вот раздались выстрелы и с другой стороны. Жердев и Сенник наступили на хвост колонны. А, не нравится? На узкой дороге трудно развернуться. Ничего, сейчас мы поможем. Пришел наш черед. Пулеметы с двух сторон обрушиваются на сгрудившиеся транспортеры легковые. Гитлеровцы потеряли спокойствие. Дорога забита. Огромным костром загорел бензовоз. От него бегут солдаты. На встречу им пулеметные очереди. Ищу глазами красную легковую машину. Куда же она делась? На противоположной стороне дороги гремит ура. Мы тоже выскакиваем из кустов. В одной руке у меня маузер, в другой палка. Хотя сейчас я совсем не испытываю боли в ноге. Передо мной заправленная в брюки с большим жирным пятном на спине гимнастерка. Стараюсь не отставать от нее. Вдруг гимнастерка исчезает. Я с налета падаю на землю. Подо мной человек. Он лежит, разбросав руки. Крови не видно. Разрываю заправленную в брюки гимнастерку. Прикладываю ухо к груди. Тело еще теплое, но сердце уже не бьется. Отбрасываю палку. Беру трофейный с железным рожком автомат убитого солдата. Кто-то с нечеловеческим криком падает рядом. Не останавливаюсь. Впереди среди машин мелькает красное. Значит здесь командование. Но сюда нелегко подойти. Около машин два пулемета. С транспортера бьют автоматчики. Мы залегли. С одной стороны от меня Оксин, с другой политрук Малевацкий. Давайте Малевацкий заходите со своими людьми во фланг. Надо поймать эту птицу. Видите? Малевацкий кивает и ползет по канаве в сторону. Как не видеть? У красной машины стоит грузный человек. Время от времени он поднимает пистолет, целится, опускает правую руку на согнутую в локте левую и стреляет. Оксин шепчет. Не бейте в него, живьем надо взять. Почти в тот же миг на месте красной машины вырывается столб дыма. Бросаемся вперед. В толчоке я лечу в канаву. Что случилось? Я даже не ранен. Надо мной наклонился фельдшер Лагута. Это я вас садану. Еще бы миг и все. Вон он впереди. Подползаю к краю канавы. В метрах 15 убитый фашист с гранатой в руке. Не успел ее метнуть. Что за чертовщина? Красная машина цела. Небольшая воронка перед радиатором. По близости ни одного живого противника. Два бойца волокут грузного человека, на мудире которого в несколько рядов орденские планки. Оксин со штабной папкой в руках причмокивает языком. Не протянет и получаса. Генерал. Настоящий генерал. Лагута осматривает слабо стонущего фашистского генерала. Проникающее ранение в живот. Два осколка в черепе. Пустой номер. В этом бою мы подбили и сожгли больше полусотни машин и транспортеров. Остальные прорывались и ушли на Изислав. Разведчики собрали документы. С продуктами на этот раз не повезло. Немцы только что пообедали. Зато в штабных машинах десятка три бутылок с французским коньяком. Весь запас передали доктору Калинину. Коньяк пошел на обработку ран. Когда Петренко накладывали назад пропитанную коньяком повязку, он скрежетал зубами. Иезуитское издевательство. Сто грамм на такое место вылетя в рот не росинки, говорил он. Появились новенькие с оторванным правым рукавом немецкие кители. Окси наконец-то обулся. На нем огромные упирающие в пах резиновые сапоги. Мы основательно пополнили боезапас. Получили десятки автоматов, пистолеты и винтовки. Батарея Васильева обеспечила себя снарядами. Но все же не трофеями памятен был бой на дороге Острог и Изислав. Это был бой, в котором впервые одновременно участвовал весь, абсолютно весь отряд. Штабники, продовольственники, легкораненные, ветераны 8-го мехкорпуса и недавно влившееся пополнение. Первая же разведка в сторону Славуты принесла неожиданные новости. В нескольких километрах от лагеря она наткнулась на советские танки. В лесу на небольшой прогалине два десятка Т-26. Около них на часах красноармеец. Разведчики попытались подойти поближе. Часовой не подпускает. Стой, стрелять буду. Вот и весь разговор. Сытником и Харченко отправились к танкам. На поляне, сбившись один к другому, стояли наши Т-26. Едва вышли из кустарника окрик. Стой, кто идет. Свои. Назвали фамилии, звания. На часового они не произвели никакого впечатления. Он держал винтовку на руке. Не подходи, стрелять буду. Сомневаться не приходилось. Красноармеец действительно выстрелит. Я сбросил драный комбинезон и показал звезды на рукаве. Но и это не подействовало. Часовую прямо повторял. Не подходи, стрелять буду. Сытник, в конец потеряв терпение, крикнул. Садовая ты голова. Если бы мы немцы были, стали бы тебя столько времени, как девушку, уговаривать. Давно бы башку твою прострелили. Такой довод показался часовом убедительный. Он опустил винтовку и миролюбиво спросил. А документы есть при вас? Есть, конечно. Пусть один подойдет, который со звездами. Я подошел и протянул удостоверение личности. Красноармеец медленно читал, шевеля губами. Я рассматривал его. Худое, с валившимися глазами, покрытое золотистой вьющимся пушком лицо. На ремне расстегнут подсумок. Потемневшая от пота гимнастерка. Рядом на земле шинель. Около нее пустая консервная банка. Значит вы комиссар? Комиссар. А моя фамилия Семенихин. Иван Семенихин из-под Вологды. Я крепко пожал Семенихину руку. Будем знакомы. А это товарищ из нашего отряда. Пробиваемся на восток. К своим. Каждый подходил и жал руку красноармейцу. Он стоял неподвижно. Что-то хотел сказать. И не мог. Под воротом гимнастерки ходил кадык. Влажно блестели глаза. Семенихин я. Семенихин Иван. Потом сел на траву, посмотрел на нас снизу. И заговорил как бы оправдываясь. Поесть у вас нечего. Совсем отощал. Хлеб забыл когда видел. А консерва пятый день как кончилась. Кто-то из разведчиков протянул кусок хлеба. Семенихин положил его на ладонь. Понюхал. А уже потом откусил. Мы не торопили его с рассказом. Пусть придет себя. Картман с Коровкиным облазили танки. И доложили, что машина в исправности. Вооружение в порядке. Но горющее только на дне баков. Я велел слить бензин в одну машину. Когда же заработал мотор, все стрепенулись. Знакомый гул нашего отечественного танкового мотора. Семенихин поднялся и тронул меня за плечо. Под суд не подадут? Под монастырь не подведете? Вас не судить. Награждать надо. А я все думал, как же дальше быть с танками? Вдруг помру с голоду. Ведь уже неделю один нахожусь при них. Сперва 10 человек нас было. Со старшиной. Потом трое ушли. Направились будто в разведку. И поминай, как звали. Потом поднялись и остальные. Но эти по-честному. Старшина напоследок сказал. Вот тебе, Ваня, хлеб и консерва. Оставайся здесь и стереги боевую технику. Мы пойдем. Глядишь и своих отыщем. Так один и стоял. А чего ж будешь делать? Не бросишь же машины без присмотра. Не положено. Да и приказ старшины есть. Вот и стоял. День стоял, ночь стоял. На рассвете особенно маятно было. Сон одолевал. Прислонюсь к танку, глаза закрою, а ушами слушаю. Небось и страху натерпелся, спросил Коровкин. Не без этого создался Семенихин. Ночью звери кругом ходят, птица кричит. А ты один, как перст. Днем-то лучше. Сняли с танка в пулеметы, забрали патроны, вывели машины из строя. Только одну оставили. Тут Семенихин вдруг заволновался. А мне куда теперь податься? В наш отряд куда же еще? Спасибо вам, люди добрые. И за хлеб благодарствую. Пока он отсыпался на кормленный по норме для раненых, политруки рассказывали о его подвиге бойцам. Глуховский написал листовку. Был объявлен привал. Но я даже себе не представлял, когда и как он может закончиться. В ногах у меня лежала темная от воды с налипшей тиной в человеческий рост палка. Ее сытник мерил болото, к которому мы сейчас были прижаты. Появился Петренко с древним едва передвигающим ноги стариком. Товарищ бригадный комиссар, знакомьтесь с папашей, кто войну был ратником второго разряда и теперь родине послужить хочет. Старик зарос. Седые волосы выбиваются из-под картуза. Переходят в бороду. Глаза прячутся под густыми бровями. Да какой из меня солдат? Стар уже. Вся жизнь в лесах и болотах прошла. Работал в лесничестве, поясняет Петренко. Должен знать тут все тропинки. Не однажды выручали нас такие вот деды. Не поможет ли этот? Неужели нет никакого пути через болото? Пути дороги нет. Это я как перед иконой говорю. Неторопливо рассуждал старик. Но в случае буф. Какой случай? Не терпится мне. Немцы могут появиться в любую минуту. А такой. Дед наклонил голову на бок. В тридцать шестом роте двое прошли. Поручительство дать не могу. Желаете пойдем? Я свое так и так отжил. Старик поднял палку, которая валялась у него в ногах. Травой вытер тину. Сборы были недолгими. Раненых положили на волокуши и тронулись. Как он находил дорогу, как выбирал кочки, непостижимо. Непроходимое по всем признакам болото мы преодолели легче, чем иные проходимые. Чем отблагодарить деда за все, что он нам сделал? Заикнулись о деньгах, но старик замахал руками. Освободившись от преследователей, мы углубились в лесную чащу. На командирском же совещании встал вопрос, что делать дальше? Басаргин считает, что нужно отказаться от мысли о соединении с Красной Армией. «Передохнем немного, наберемся сил и будем воевать как партизанский отряд». В этом были свои резоны. Однако не верилось, что фронт слишком далеко. Ведь Киев-то в наших руках. Сошлись на мысли, что отправим разведчиков в Белокоровище, до которых оставалось меньше 20 километров. Когда они вернутся, окончательно решим судьбу отрядов. Разведчиков ждали к вечеру. Но миновала ночь, а они не появились. Больше всех нервничал Петренко. Не иначе Петька что-нибудь затеял. Около 12 прозвучала команда «Становись». И вдруг все насторожились. До слуха донесся конский топот. Мы отвыкли от лошадей. Последняя, которую запрягали в повозку Новикова, была убита перед маршем через болото. Полковника сгнывшейся раной тащили на волокуши. Из-за поворота на оседланные лошади выскочил сержант Андреев. Он что-то кричал, размахивал руками. А потом спрыгнул и достал кисет. «Махорка, братцы, советская, налетай, закуривай». «Советская махорка, ладный конь под седлом, сияющая физиономия. Все это совершенно необычно для нас». «Может быть, все-таки доложите, товарищ сержант?» – строго спрашивает Петренко. «Конечно, доложу, а как же? Да чего тут докладывать? Наши? Где наши? Да в Белокоровичах, пограничники. Все чистые, красивые, ни одного с бородой. Нас задержали. Говорят, на бандитов похоже. А где же воинтехник? Сейчас приедет, на машине, с пограничником-начальником». Вокруг счастливцев, которые успели закурить, образовалась толпа. Подъезжает полуторка. Из кабины выходит майор с зеленой фуражки. От утюжина гимнастерка блестят сапоги и скрепит ремень. Рядом с ним выпрыгивает из кузова барванец Гартман. У Пети мальчишески азартно сверкают глаза. Как сквозь туман проходят передо мной роты. Истрепанные гимнастерки, рваные комбинезоны, обгоревшие шинели. Немецкие кители без правого рукава. Кто с трехлинейкой, кто с автоматом, кто с парабеллумом. Ноги опираются на палки, самодельные костыли. Артиллеристы тянут на лямках и подтягивают застанены пушки. Отряд совершает свой последний марш. Марш соединения с Красной Армией. Два стареньких, отживших свой век паровозика надрывно тянут состав. Усыпляя стучат на стыках вагоны. Через Чернигов идем на Киев. Короткие остановки. Старшины забирают продукты и снова гудят паровозики. В Дарнице эшелон разгружается. Дни и Сытнику приказано немедленно явиться в бровары. Одному военный совет, другому штаб фронта. Адъютант предупредительно открывает дверь. Навстречу поднимаются командующим фронтом генерал-полковник Кирпонос и член военного совета Хрущев. Крепко жмут руку. Подхожу к большому столу, на котором разложены листы, топографические карты и начинаю официальный доклад. Кирпонос с движением руки останавливает меня. Садитесь, показывает на кресле Никита Сергеевич. Не торопясь, докладывайте. С подробностями, с деталями, побольше о людях. Командующий усаживается по одну сторону стола, Хрущев по другую, напротив меня. Приготовились слушать. Тогда все еще было свежо в памяти. И я старался ничего не пропустить. Это был не доклад, это была беседа. В кабинет вошел адъютант, опустил широкие маскировочные шторы. Зажег настольную лампу. Мне бы хотелось, закончил я свой рассказ, чтобы люди отдохнули окрепли, а потом, получив пополнение, снова в тыл врага. Опыт у нас уже есть. Если будет связь с фронтом, можно крепко насолить гитлеровцам. Мысль неплохая, сказал Хрущев. Только сейчас не удастся это осуществить. Надо за Киев драться. А сил мало. Обстановка тяжелая. В Нижине формируется армия, командует ею Рябышев. Вы назначены членом военного совета. Для меня это назначение было полной неожиданностью. Член военного совета общевойсковой армии, хорошо еще, что вместе с Дмитрием Ивановичем, Хрущев заметил мою растерянность. Да справитесь. С того, кто сотни километров по фашистским тылам с боями прошел, можно и вдвойне спросить. Я имею в виду не только вас, но и товарища Новикова, и Сытника, ну и всех участников марша. За одного битого двух небитых дают, устало улыбнулся Кирпонос. А вы битые и сами били. Зашел разговор о формирующейся армии, о ее составе, командных кадрах. Когда он закончился, Хрущев неожиданно спросил. А хотите знать о корпусном комиссаре, который тогда дал приказ немедленно взять Дубна? Еще бы, конечно хочу. Никита Сергеевич помолчал и сказал. Потерял человек почву под ногами. Через пару дней после этого случая застрелился. Я ждал чего угодно, но не такого конца. Не так уж все и парадоксально, как вам кажется, заметил Хрущев. Не верил людям, а без веры в людей, да еще и в такие дни выхода нет. Только пулю в лоб. Была уже ночь, теплая августовская. Далекие сполохи обозначили вдалеке линию фронта. Войне шел второй месяц. Война еще только начиналась. А впереди были бои, которым предстояло решить судьбу Родины, Европы и человечества. К ним-то и надо было готовиться. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, если вы прямо сейчас пройдете по всплывающей ссылке, то сможете увидеть другие выпуски, сделанные на базе воспоминаний Николая Кирилловича Попеля, причем в полноценном формате. Также я хотел бы вас проинформировать, что в субботу у нас выйдет плановый выпуск, причем на довольно интересную тему и щепетильную, которая в сегодняшней реале очень однобоко представлена, а именно о заградотрядах. Время и место действия – начало 1943 года Сталинградская битва. Поверьте, выпуск будет вам интересен. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова